Народная славянская радио Всем здравия, с вами Народная славянская радио Сегодня у нас на одном из современных календарей 5 мая 2016 года четверг А по одному из старин в 24 день месяца посева и наречения 7524 лета осмится Раз так, то мы начинаем наш живой эфир Который будет посвящаться теме влияния правды и лжи на миропонимание Главный соведущий Сурьяр Здравия тебе, Сурьяр Здравия Алексея, здравия Всеродовича Хорошо, школа родовой мудрости у нас проходит через каждую неделю по четвергам И вот пришла у тебя, так я понимаю, мысль поговорить наконец-то про правду и ложь И как это все дело влияет на наше мировоззрение, миропонимание и вообще на нашу жизнь Ну давай начнем разбирать эту тему Ну об этом мы, наверное, каждый из нас думает и говорит постоянно Задача, наверное, все-таки разобраться, есть ли смысл нам как родовичем, идущим путем Родового нашего обычая, в основе которого ведическое миропонимание Либо все-таки выбирать путь кривды или путь лжи И вот эти вот моменты, они людьми часто недопонимаются Почему с малой лжи все начинается Ну опять же, тут никого не хочется огульно обвинять Почему? Потому что на бытовом уровне у нас нет, к сожалению, подавляющего большинства людей Понятия, что стоит придерживаться правды, потому что правда то Или можно все-таки немножко позволить себе полукавить Потому что, опять же, потому что мы не раз слышали подобные там пословицы Или там не поговорки даже, а псевдоутверждения Что типа ложь во имя жизни, там ложь во имя победы, справедливости Вот такие нам часто предлагают достаточно забавные, интересные построения И мы начинаем там, кто-то их воспринимает, и безусловно Кто-то пытается воспринять их, может быть, к обсуждению, к рассуждению Вот, и нам надо понять на сегодняшний день Не то, что понять, мы сегодня в форме беседы попытаемся коснуться этого Потому что, безусловно, утверждать на сегодняшний день Там, заявите только по правде Там, не прибывайте во лжи Или там, не идите путем правды, не идите путем кривды Как какие-то из заповедей нам говорят Я не буду, я просто предложу каждому подумать Потому что ценно именно то решение, которое принимает человек Которое принято им особенно с опорой на, хотя бы на какой-то уровень знаний А тот уровень невежества, в котором достаточно большое количество наших людей пребывает Он как раз человека ведет к этому, к искажению Искажение возникает как раз через ложь Или путь кривды Мы тоже попробуем оба эти понятия там не совместить Ну, и разобрать, почему у нас есть два понятия по мере своей возможности И как одно от другого отличается От лжи, и, допустим, то есть правду И что есть истинно То, о чем мы в той или иной степени В каждой беседе касаемся Но сейчас, скажем, попытаемся более предметно, более конкретно Ну, это как первая часть нашей беседы А потом будем смотреть Каким образом человек, воспринимая юридическое миропонимание Может следовать, либо не следовать тем или иным заповедям К чему это ведет каждого человека В жизни следований, либо не следований Тем, тем, которые заповеданы на чем-то Вот, ну и, соответственно То, что мы не раз уже проговаривали Что в основе того мироздания, в котором мы все живем, добываем Лежит некое первоправило То, что, так сказать, в нашем обычае И вот, как-то, уже получило, слава богам Достаточно широкое распространение Именно среди основных терминов К которым обращаются те Или не рассказывающие Или не представляющие Об основах нашего события То определение, что называется кон Вот Насколько я помню Мы касались отчасти этого понятия Ну, в расширенном состоянии В расширенном понимании Мы его все-таки не пытались разбирать Наши беседы Так вот, разберемся Попробуем разобраться, что такое кон Уже, исходя из этого понимания Мы будем разбирать по мере своего Как бы углубления Вот это Наше сегодняшнее разделение Такое не правда и ложь Или правда и кривь Так вот Ну, подожди, тогда еще Помимо этого нужно еще разобраться С понятием лжи Что же такое ложь? Потому что помимо лжи Существует еще Неправда Кривда Обман Наверное, с этим тоже Надо будет разобраться Ну, я надеюсь Твою помощь Это как обычно Где у меня не получается Я благополучно Переложу это на тебя Какой ты интересный Ну, ладно, давай Ну, на что учиться Это же помощь Хорошо Поэтому, да Естественно Мы все эти понятия Постараемся затронуть В той или иной В случае Я к эфиру Готовился сегодня Посмотрел именно Еще раз Обновил те, может быть Как бы Воспоминания о понятиях О тех, о которых мы говорим Как они Преподаются Википедии Как они имеют в себе Какой-то философский аспект И Таким образом Мы Можем придерживаться Или не придерживаться Каких или иных Терминах Исходя из нашего Единственного Мира понимания Поэтому Вернемся мы К кону И от него Потихоньку Начнем двигаться Опять же По мере своего понимания Если мы Куда-то далеко Уйдем Ты, как Алексей Смотрящий за курсом Предупреждай Понятно Я еще Оказывается Я еще и смотровой Сегодня буду Смотрящий Ладно, хорошо Давай Не дам Ни вправо, ни влево Ни на полшага Тема Море разливанное Поэтому Чтобы так сказать Не Не заблокаться Будем Потихоньку Помаленьку Шаг за шаг Ну хорошо Будем считать Так Будем так считать Что Вправо, влево Шаг Это попытка к побегу А прыжок на месте Провокация Провокация Безусловно Ну поехали Хорошо Ты Как Многие Дни и месяцы За так сказать Годы Проводящий В эфирах Наверное Неоднократно Слышал Слово Или определение Кон Как бы Много разных Было Разночтений Или все-таки Какое-то Общее Понимание Или Точка зрения На сие Определение Ты можешь Это Как бы сейчас Сказать Пока мы Не Развернули Сорокопис Ну это То что Объединяет Все наше Изначальное То есть Вот То что Изначально Нам дано То что Оно наше То есть Кэ Он То есть Это Объединение Он Наш То есть Все Других Вариантах Да Это вот Объединение Всего нашего Если мы От кона уходим То мы Вторгаемся Чужое Инородное Чужеродное И в этом случае Тогда там Для себя Каких-то Благостей Добра И ждать И искать Нечего Поэтому говорят Живи по конам То есть Потому что Дано изначально Для нас Для всех Поэтому мы Как бы В одной из Бесер Меня Это Касались Понятия Из Кон Кон Ну мы Сегодня В той или иной Степени Опять же Рассмотрим Потому что Повторение Мать Ищения Поговорили Сегодня Однократно Значит Кон Суть Единого Начала Первое Правило Которое Является Основным Правилом Которое Созидает Всемирь Если По Основе Родового Исконных Всемирь Созидает Род Явленный Во множестве Ликов и сил Или как бы Неоднократно Говорили Что Род В данном Случае Свет и Дух У нас Вполне Могут Определяться Как синонимы Потому что Выполняют Единый Фонтус Проявления Всемири И вот Ра Как Определение Света Во множестве Проявлений И деяний Точно Так же Включает Себя Это Понятие Род В виде Света Созидает Всемирь Так вот Первое Правило Которое Определяет Движение Света И всех Сил Которые Он Пробуждает Проявляет Это Кон То бишь Есть Некое Первичное Правило Которое Определяет Что Созидается Как Созидается И так Это В соответствии С этим Правилом Может Выглядеть И даже Более Того Каким Образом Оно Будет Развиваться И Зменяться Потому что Это И есть Первая Основа Которая Лежит В Основании Того Всемирия В котором Мы Все С вами Пребываем И Проживаем Пребывая В яви В осознанном Состоянии В Нази В Менее Осознанном В духе Своем Твоем Твоем Соприкасая Справе Которое Есть Как раз Производное В данном Случа От Кона Которое Созидает Семьи Поэтому В данном Случа Кон Мы Могли Бы Наверное Определить Как Некую Высшую Правду Или Ис Ну Так Ты Считаешь В общем То Наверное Да Можно Так Представить Можно Так Обдумать Можно От этого Отталкиваться Да Ну Я просто Говорю Что Почему Правда Как Некая Безусловность Нашей жизни Присутствует Вот у нас Сегодня Небольшая встреча Была Полу Философский Геологический Спорт Человек Объявил себя Обладателем Истина Абсолютно А ваше Солкование Все-таки Условно Он Подумал Подумал И Павла Баган Погласил Не уходить В длинную Полемику С ними Поэтому Мы Смогли Подъем Это Дальше В нашем Диалоге Вот И Соответственно По Многочисленным Исследованиям Того Всемиря В котором Мы Прибываем Его Явной Формой Которой Занимается Официальная Классическая Наука Она Исследовала В том В том В том В случае Насколько Сбалансирована И совершенно Наша Система В которой Мы Прибываем И которую Согласно Нашему Обычу Родовому Добываем В всемире Я Может быть Могу ошибиться Там В небольшой Степени Но Математический Анализ Очень серьезно Подстроенный Не на любительском Уровне А как раз На уровне Больших машин И больших программ Он показал Что система Сбалансирована В такой степени Что даже Там Десятка Умноженная По-моему Единица Умноженная Десятку В тридцать Седьмой Степени Если Там Где-то В порядок Цифр Я могу Немного Ошибиться Но Те люди Которые В той или иной Степени Соприкасались Математикой Они Представляют Порядок Этих цифр Тридцать Седьмая Степень Говорят Что даже Если бы На единую Частицу Изменить То Все в Семирии Рассыпается В одночасье Оно Исчезает То есть Сбалансированность Его Имеет Высочайшую Степень То есть Если кто-то Там опять же Соприкасался С точной Механикой Или все это еще Там Тысячные доли Или там Даже миллионные доли Там микронные Тех или иных Сопрягающихся Деталей Они Позволяют Либо не позволяют Той или Тому или иному Механизму Или той или иной Машины Вполне себе Будем Получно Действовать А В данном Случае Вот Это Цифиль Которую я Озвучил Я говорю Некоторые Возможные Искажения Но Не 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 в плане Смысла Но В плане Может быть Самой Цифли Немножко Возможного Точно Сейчас Дословно Подразумевает Что это Примерно Равно Нулю То есть Нет Никакого Немалейшего Искажения Никакого Какого-либо Изменения Которое бы Не Являлось Фатальным Для той Системы В которой Мы пребываем И которую Мы Называем Симири Это И есть Действие Кона И В том Симири Как он Разворачивается Становясь Исконом То бишь Искон Значит Если Терминология Нашего Родового Искона Родового Обыча Разбирать Подразумевает Искон Это Движение Сил Созидающие Симири Это Вещи Безусловные И Как Вот В этом Опять же Понимание Мы разбираем Да Вышняя Истина Это Есть Кон Это Есть Род И Это Есть Свет И Это Есть Веда Изначально Потому Что Как В родовом Исконе Сказано Я Неоднократно Отвечивал Что Есть Веда Писаная Есть Веда Не Писаная То Что Изначальное Слово Изначальное Все Включает Себе Как раз Эту Веду Не Писаную И Как Хранителем Подателем И Созидателем Этой Веды Как раз И является Изначальное В нашем Случае Как мы Определяем Род Цвет Дух Кон Есть Концентрированное Скажем Выражение В данном Случае Вот Этой Веды Изначально И Он же Опять же Является Основанием Движения Сил И Основанием Для Проявления Семьи Вот Это То Что Касается Нас То Что Касается Как бы Того Мира В котором Все мы Пребываем Почему Мы Называем Это Правда И Теперь Попытаемся Разобраться Каким Образом Вот Этот Кон Пребывает Во всемире И Пребывает Он В нас И Каким То Мы Взаимодействуем Со всемирием Посредством Этого Кона Или Не Взаимодействуем Потихоньку Мы будем Подходить К понятию Правды Правды Человеческой И правды Высшей Как таковой Алексей Ну В принципе Все говоришь Правильно Так что Мне что Добавить Если хочешь Добавлю Конечно Надо Понимать Что Существует Несколько Вариантов Трактовки Слова Правда Кто-то Расшифровывает Что По Ра Дано То есть Дано По Свету Божественной Мудрости Кто-то Говорит Что Это Связано Правь То есть То что Управляет И потому Тоже Дано Оттуда Ну Так или Иначе Оно Между Собой Пересекается И То и Другое Имеет Мне кажется Место В жизни В нашей И тому И другому Можно следовать Вот Тут Мы Тогда Немножко Наверное Сейчас Расширим Вопрос У меня Сегодня Такая Возникла Идея Я бы Хотел Еще Наверное Мы Сейчас Вернемся К сути Нашего Обсуждения Но Как-то раз Мне задали Вопрос В одной Из бесед А если Говорит Какие-то Слова Ну Или там Какая-то Фраза Которая Может Определить Весь Путь Славянина Там Родовича Ария Которая Идет Путем Родового Обыча Что Его Определяет В этой Жизни Что Является Для него Основой Его Миропонимания Вот Ну Мы Так Долго Там Судили Редили В общем-то К ведающим Не раз Подобным Вопросом Обращались Но Там Как правило Сужается И Какие-то Основные Понятия Тут Вылезают Как казалось Можно Это Где-то В районе Двух Трех Слов Все Практически Нам Представить Ну Опять же Разворачивая Одно Из другого И Объясняя Как одно Из другого Изникает И как одно Из другого Получается Поэтому Алексей Может у тебя Какие-то Есть Предположения Или там Может готовая Какая-то Идея В этом Ключе Ты Конкретно Задал Вопрос Что Тебя Интересует Нет Вопрос Простой Примерно Простой В больших Кавычках В том Ключе Что Я говорю В основе Нашего Глубинного Миропонимания Есть Некоторые Определяющие Практически Все наше Движение Слова Или Понятия Вот Какие бы Это могли Быть Понятия Потому что Мы Кон Разбираем Но Кон Он Не Включен Наверное В нашу Повседневную Жизнь И деятельность А какие-то Слова Повседневной Жизни Своей И деятельности Мы постоянно Употребляем Даже Может быть Не задумываясь До Достаточной Степени Об Их Глубине Вот У тебя Какие-то Такие Слова Есть Которые Ну вот Пальцем Условно Вот Это Безусловно Считаю Что Соответствует Глубинам Это Не тест Алексей Нет Я просто Ты вот так Задаешь вопрос Сходу Я даже Не думаю Просто Живу Как-то В этом Во всем Но И не Разбирался Никогда По косточкам Я вижу Целиком Вот это Все И поэтому Мне как-то В чёрто В чёрто В чёрто Тяжеловато Будет Ну раз Задал вопрос Но наверное Это то Что у нас Написано В нашем Сегодняшнем Анонсе Это наверное Правда Это наверное Миропонимание Мировоззрение Вот эти Моменты И естественно Если мы говорим О правде То это Правь Поскольку Ну как Без этого Невозможно Существовать А там Дальше Это уже Идёт Общинность Мироустройство И заходя Из этого всего И много Других слов Ну вот Без чего Невозможно Существовать Ну наверное И ещё Для Уже Индивидуально Смотреть Это конечно же Совесть Вот Как Мирило Всего Без совести Уже Тут никуда Не денешься Вот Ну Где-то К такому Мы Сюжету Приходим Постоянно Не в баталиях А беседах С людьми Которые Получаются Которые Хотят Приблизиться Почему Потому что Как я уже Неоднократно Озвучивал Ну просто Сама Как бы Схема Видовского Обучения Она подразумевает Что получающийся Сам Прошёл Путь Своего познания Путь Своего исследования Потому что То что Ну словно Вливается Только в уши Но не имеет Подтверждения В действии Это зависает Как информация А та информация Как мы уже разбирали Не раз Которая Не переведена В уровень знания Она достаточно легко Может стать Тем мороком Который Уводит нас От чистого Восприятия Ну да Если надо Так Наверное Рассуждать Что просто Информация Просто информация Она может Стать Ненужным Грузом Который В конечном итоге Может отложиться На ваших Мозгах И привести Вас куда Не надо О чём сказал То есть морок Майя И так далее И надо понимать Что информация Нас окружает Везде И повсеместно То есть Проехала машина Информация Шумит Листочек Дерев Информация Кто-то кричит Там за углом Тоже информация Где-то там Что-то трескает Тоже информация Но встает вопрос Из этой информации Вы какие-то Вносите знания Или не выносите Становится для вас Это знанием Или не становится И вообще Что для вас Это даёт Потому что Если бы человек Вообще На всю информацию Реагировал То в этом случае Наверное Он бы скоро Сошёл с ума Потому что Везде информация Окружает Во всем Поэтому и говорят Сейчас Достаточно Откровенно Что на Сегодняшний день Я уже Не раз На это Целался Что Современный Человек Отравлен Информацией Почему Потому что Он не в состоянии Осознанно Переработать Потому что Нет ни уровня Развлечения Ни Условно Тот слабенький Процессор Который у нас Открывает Текущую информацию Не в состоянии Переработать Весь этот вал Ненужной информации Почему Люди часто Говорят Я что-то Заморочился Потому что Реально Морок Заменил Ему всё И в этом Морок Он в постоянном Режиме Пребывает И К сожалению Не можете Из него Выдраться Это То что Касает Значит Вернёмся К основам То что Как ты сказал Безусловно Совесть Да Да Естественно Если мы берём В общих То это в общих Если мы берём В частности То совесть Для человека Это первое То что определяет Его поступки И является мерилом Его поступков Его мышления И То что помогает Разобраться С правдой Кривдой Ложью И так далее Тогда давай Мы постараемся Покатаемся Всё-таки Вокруг Этого слова Поищем Глубинные Составляющие Наши миропонимания Ну мы Как бы Поэтапно Сейчас Будем Переходить Почему Правда В таком Или в том Ином виде Я даже Скажу Так Напосредственно Более выгодно Нежели Ложь Хотя Часто люди Определяют Что Ну не Определяют А делают Убор Для себя Как раз В эту сторону Потому что Считают Что Какое-то Крикотрочное Удовольствие Или Какое-то Приобретение Окупит Все потери Которые Будут С этим связаны В дальнейшем Мы потихоньку Будем Разбирать Ну вот Слово Со Весть Не знаю Просто Как-то приходилось Не знаю В каком-то Общении Его разбирать Потому что Ну мы С получающими Все его разбирали Там До каких-то Определенных Костей Ну в принципе Мы касались Уже Этого Со Это С чем-то Весть Понятно Соединять Да Соединять Или с чем-то Пришедшее Совместно То есть Совместная Весть Весть Можно У нас Тоже сейчас Кстати Вот это слово Весточка Там применяется Да Люди не думают Что Есть просто Новость Есть Весть Есть сообщение У нас как-то Вот к вести К весточке Стали привязывать Все подряд Вот И поэтому Как-то тоже смешалось Так же как и правда Так же как и ложь Непонятное значение Если мы берем Слово Весть То это То что является Истинные знания Которые дошли до человека Вместе с чем-то С какой-то информацией Или вместе с кем-то Пришли Или откуда-то И вот Это более глубинно Нежели просто Кто-то что-то услышал Новенькое для себя То есть Здесь опять же Если мы отталкиваемся От более глубинного То это все-таки Связано С веданием А ведания Просто так Ни возникли Ниоткуда Не появляются Это все-таки Божественный уровень Более высокого плана Который человек Способен принимать И как раз Вот это и называется Совестью То что способно Это улавливать И почему говорят Что совесть Мирила всего Должно быть Потому что Если мы Получаем Идем от ведания А ведание Понятно от кого От наших пращеров Идет От наших богов И предков То в этом случае Ничего левого Кривизны Никакой не может быть Ежели мы Просто Так живем на свете Ну тогда Совесть Наверное здесь Неупотребима Вот как-то так То есть Веда Ведания Они связаны С совестью Нераздельны Хорошо Ну я тогда Вот примерно Тот путь Который ты предложил Я бы его еще раз Как бы Сообща Прошел То есть мы вот Со Как слог Выделяем И остается Только весть Да Вот И В данном случае С одной стороны Так говорим Совесть Это весть Соединяющая всех Вот Но Как бы Весть Сама по себе Она же тоже Имеет Право На существование Во всем мире Как таковая Вот И Потому что Она же опять Из двух Слагов Состоит Если Кодово Слаговое Рассматривать Эту буквицу Там То или иное То или иное Слово Он Определяет Состояние Существующее Безусловно И Стоящее В данном случае Именно Подтверждающее Своё Существование Так вот Это Весть В данном случае Это Высшее Знание Имеющее Своё Пребывание В безусловном Виде Твердить Ну Проявленных Мира То что мы Называем И соответственно В каждом из нас Эта Весть Присутствует В безусловном Режиме Так наверное Да Поскольку Надо ещё Учитывать Что если Мы опираемся На буквицу Там Каждый Символ То что Сейчас Принято Символами Называть Каждая Буквица Имеет Множество Значений Множество Образов И здесь Можно по-разному Рассматривать Вот одно из То которые Ты назвал Это очень Хорошо Наверное Ложится на слух Но ещё Есть понятие Утверждённый То есть Это Веда Утверждённая То есть То что По-другому Не может быть Никак Это истинно В первой И последней Инстанции Вот поэтому Совесть Она является Тем самым Необходимым Качеством Необходимым Моментом Который Вот определяет Вот правда Это в конце концов Или неправда Потому что Всё остальное Это Так может быть Наносное Получается Что Если мы Весть Рассматриваем Совместно С совестью Уже Подразумевая Что мы Как раз Соединяясь В себе С этой Вестью Если мы Не так Слишком Замусорены И не пытались В долгое время Эту весть В себе Заглушить Мы Как раз Это восприятие Это способность Ощутить Эту весть В себе В большом Учёте Я Наставил На таком Определении В данном Случа Что Именно Возможность Определить Весть Является Над Совестью И если Мы Очень Долго Отказывались Или Не Развивали Силетную Способность То Весть Никуда Не исчезает Но Наш Способность Различать Вполне Может Исчезнуть Вот Экот Завернул Интересно Но На самом Деле Правильно На мой взгляд Почему Потому Что Все Что Не Используется В организме Или В природе То Убирается За ненадобностью И если Чем-то Не пользуется Человек То В этом Случа Оно И перестает В нем Присутствовать Или Как-то На второй На третий На десятый План Уходит И потом Докопаться Бывает Очень тяжело Для этого У нас В нашей Обиходной Речи Собственно Неоднократно Человек Совесть Спит Или Человек Бессовест Это Устойчивое Словосочетание Они как раз Говорят Что люди Достаточно Четко По крайней Мере В недалеком Прошлом Понимали Что такое Человек Совести Что такое Человек Бесс Оно Что Отсутствие Совести Человека Выводит Его На Совершенно Другой Путь Понимания Мы с тобой Подошли К музыкальной Паузе Так вот Аккуратненько Давай Послушаем Три минуточки И дальше Будем разбирать Наши термины И что-то Попытаемся Донести До наших Радиослушателей С их же Кстати Помощью Чате Пожалуйста Пишите Что вы Думаете О нашей Сегодняшней Теме Какие у вас Есть предположения Мысли Ну естественно Вопросы Задавайте А мы Слушаем Музыку Три Минутки Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 5 мая 2016 года Четверг По одному Из старинных 24 день Месяца Посева Наречения 7500 Дальше Лето Ось Митца Мы говорим В сегодняшней нашей Беседе Про влияние Правды И лжи На мир Понимания Человека Главный Сведущий Сурияр И это Наша передача Очередная В школе Родовой Мудрости Итак Пока мы Пристрелку ведем Пока Разбираемся С терминами Так мило Общаемся Между собой И вот Принимаем Чата от наших Радиослушателей Первый вопрос Я уже себе Занес в блокнотик Так что Не скупитесь Пишите Будем Отталкиваться От ваших Вопросов Но вопрос Должен быть по теме А не просто так Просто задать Продолжай Хорошо Ну мы вернемся К тому На чем Мы в общем-то Прервались К слову Весть И совесть Да То что Вот это вот Отделение Которое мы с тобой Сообща В очередном 100500 Исследований Провели И Получили Да Что Совесть Это способность Человека Воспринимать Весть Которая Соединяет Всемирье Либо Неспособность Это В данном случае Что-то Трактуется Как отсутствие Совести Либо совести Сморского Человека Это В таком ключе Поэтому Если мы опять же Начнем Разбирать Разбирать Слово Весть В этом Контексте Да Перед этим Мы Касались Одного Из основных Понятий Редического Исконного Миропонимания Как раз Слово Кон Так вот Кон В данном Случае Или его Опять же Более Развернутая Версия Искон Это Точно так же Движение Силы Правды Вышней Во всем мире И Поэтому Можем ли мы Соотнести Вот В этом Контексте Весть И Восприятие Кон Соотносится ли Как-то Эти понятия Лицей Ну я думаю Что да Соотносится Давай это Более Может быть Точно Как-то Мы сформулируем Потому что Понятия Понятия Разные Бывают Вот давай Еще разок Давай задавать Вопрос так Как будто Не только Мне задаешь Нашим Радиослушателям Вот наши Радиослушатели Естественно Я Сформулирую так Чтобы радиослушателям Это было адресовано Алексей Вот Ну У меня У меня же всегда Есть надежда И мечта Ответят На все Вопросы Хорошо Ну Значит Еще раз Мы Разбираем Весть Как некое Безусловное Там Знание Незнание Ну Можем Тут В данном случае Употребить Слово Пум 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 Так Подожди Информация Какой синоним Мы как-то Подбирали Ты Не помнишь Информация Сведение Сведение Вот Сведение О чем-либо Вот Некоторые Говорят Что это Может быть Сведение Некоторые Говорят Что это Информация Может быть Энергия Вот Энергетический Некий Посыл Передача Передача Какой-то Энергии Может быть Так Информация Это Информация Не подожди Вот давай так Рассуждать Если все вокруг Нас Энергия Энергия Доперла Для кого-то Таким простым Сленгом Если говорить Да То это Получается Энергия Сразу 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 возникает Несоответствие Да Противоречие Да Вот Скажем Весть Это Сведение Которое Распространено Во Всем Всемире И соответственно Каждый из нас Является частью Этого Всемиря И в каждом Из нас Соответственно Присутствует Весть Точно так же Мы Попытались Сейчас Отнести То понятие Тот термин Который мы Разбирали Чуть раньше Понятие Кон Искон Кон Как первооснова Первого правила Проявления Всемирья И Искон Это Уже Само Проявление Движения Сил Как таковое Вот По сути Весть Кон Искон Мы В данном Случае Там Соотносим Почему Сейчас Попробуем Более Наверное Расширенный Значит Весть Она В данном Случае О чем Нам Как бы Свидетельствует Находясь В нас Она Как раз Свидетельствует Нам О том Или ином Движении Сил Во всемире Правильно И наша Со Весть Позволяет Вот это Движение Либо Воспринять Либо Не воспринять Опять же По Тем причинам Которые Мы Разбирали Ранее По сути Это Является И Исконом И Вестью И В производной Своей Составляющей Является Коном Потому что Кон Сам по себе Некий Скажем Черный Ящик Для нас Он Не Является Черном Имеется Из него Возникает Все Разворачивается Во множестве Поэтому Кон Мы Описываем Одним Словом Произнося Его Но Описание Позиции Кон И Скон Это Все Многотомный Труд Даже Для Того Слоя Реальности Который Мы Воспринимаем Но Опять же Поэтому Я говорю Можем ли мы Опять Обращаясь К Алексею И Ко Семь Сухи Можем ли мы Вот этот Термин Кон И Скон Совместить С термином Весть В своем Понимании Потому Что Я С одной Стою Наберусь Это Удержать Потому Что Тот Уровень Исследования И То Коловедущий Который В том Или Ином Ключе Своё Исследование Продолжает И Доносит Тут Как бы Среди Ведущих С которыми Мне приходилось Встречаться И беседовать По большому Сету Мы Не Пришли К Такому Либо Противоречию Потому Что Это Тоже Важно Единое Внимание Ты знаешь В чем Дело С одной Стороны Ты прав Но Есть Такие Понятия В мире Как Нечто Большее Поглощает Всегда Нечто Малое Или При помощи Какого-то Малого Можно Познавать Большое Вот Если Мы Говорим О Коне То Это Наше Всё А Весть Весть Это Ты же Не можешь Сразу Всё Получить Сразу Вести Они Постоянно Приходят Человеку Постоянно Приходят Знания Понимания Ощущения И так далее Поэтому Весть Приходя Из Кона Является Его Составляющей Доносящей До человека Какую-либо Часть Кона Поэтому Объединять Вместе Это Наверное Не получится Потому что Машина И скорость Они связаны Между собой Но это Всё-таки Не одно и то же Они Без друга Наверное Вряд ли Могут Существовать Хорошее В нашем Ключе Икон И Производная Присутствуют Нас Одновременно Потому что Каждый из нас Как и является Частью Всемири И Точно так же Является Производная От Кона И Весть В данном Случа Тоже Является Производная Откона Почему Я говорю Для нас Весть И Совесть Это Возможность Восприятия И ощущение Вышней Правды Так Я думаю Да Ты здесь Если так Рассматривать Ты абсолютно Прав Почему Потому что Если В нас Есть Божественное Начало То в нас Есть и Тот Божественный Мир Который Когда-то Был Создан Это Однозначно Другое Дело Что Как Познавая Внешний Мир Так И познавая Внутренний Мир Человек Иногда Не может Это познавать Все сразу Поэтому Да Если так Говорить То весть Она изначально У нас Есть И Весть Это Является И частью И самим Коном В этом Случае Но Мы-то Говорим О том Что человек Не сразу Все может Познать Поэтому Даже Себя Он познает Постепенно Поэтому Можно Конечно И говорить Что Это одно И то же Но С другой Сторон Можно Говорить Что Постепенно Производное Одно Как ты говоришь Больше поглощает Меньше Это безусловно И опять же Весь Ну Во всяком случае И так И так Я думаю И так И так Это может быть И так У кого-то Это проявлено Сразу У кого-то Правильно Не сразу У кого-то Вообще Это никак Не проявлено То есть В нем Это есть Он Не понимает К сожалению Такие тоже Варианты А может Не к сожалению Такие варианты Просто есть Иногда Бывает Что Человек А кто-то 2 плюс 2 И полчаса Думает А сколько Там В итоге Получается Ну Поэтому Я говорю Весть Это нечто Пребывающее В нас Безусловно А совесть Имеет в себе Определенные условия Опять же Мы либо ее Активируем Развиваем Расширяем Нашу способность Восприятия Вести Либо гасим Вот собственно говоря Наверное В таком ключе Ну в общем да Если так Вообще Не углубляться Очень сильно Не туманить мозги Не закручать Человек в трубочку То тогда да Надо пожалеть Слушатели Такое Чтобы не загрузить И так Чтобы не Впадать Мы даем основы Мы даем основы А дальше человек уже Если хочет дальше развиваться Он просто Начинает размышлять Получает информацию Получает весь Получает энергию Получает Все-все-все Вот о чем мы говорили Как хотите это называйте И движется дальше В своем развитии А мы только так Наметки даем Сюда сказали Тут ляпнули Что-то такое Тут подумали И вслух произнесли Задача еще Дать людям подумать Потому что Рожеванное И переваренное Оно Часто не воспринимается Поэтому я говорю Каждый Проводит свое исследование И благодаря этому Исследованию Получает уверенность Правильно И опять же Возвращаясь Как вести И совести Возможности Восприятия Вышней Правды И возможности Следования Этой Вышней Правды Поэтому Здесь мы уже Начинаем Потихоньку Подходить К тем понятиям В основе Которых Были Наши Начала Беседы Это правда Кривда И лоз Потому что К сожалению Вот такого Какого-то Развернутого Толкования Или там Сведения В плане Понятийном Там Семантическом Кривда И ложь Я вот Все-таки Не обнаружил Чтобы вот так Вот четко Пкнуть пальцами И сказать Что это вот так А это вот так Потому что Один из Интересных Исследователей Он Проводил Аналогию Исходя из Кодово-Слагов Там В определенной Степени Буквичного Толкования Но он Разбирал Именно Правду И Кривду Потому что Если Там Кто Интересуется Нашей историей И собственно Я изучал Название Тех племен Которые Представлены Были На европейской Части Современной России Одно Из Наиболее Сильных Больших Племен Было Премия Кривичи Кривичи И Соответственно Там И В Литве До сих пор Так как Литва Все-таки В большей степени Страна Которая Придерживается Ну и там Достаточно Большое Количество Тех Которые Придерживаются Древние Обычия Придерживаются Потому что Кривичанство Туда Пришло На Восьминто Несли Веков Позже В таком Более Тотальном Ключе Поэтому Большая Часть Обычий У них Сохранилась Верховный Верховный У них Называется Криво Кривей Вот этот Элемент Поэтому Само Происхождение Слова Кривда Оно Под Определенным Вопросом Но Если мы Как бы Опять же Походово Слогов По семантике В той или иной Степени Касаясь Филологии Мы Понимаем Что Правда Нами Воспринимается Как Путь Прямой Безусловный Опирающийся С одной Стороны На Восприятие Света Опять же Если Возвращаясь К тому Родовому Ихону Которую Мы Разбираем И пытаемся Понять В той или иной Степени И Кривда Подразумевает Что это Некое Исказение Так вот То 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 Исследование Которое Провел Человек Я В данном Случае Не Не буду Настаивать А просто Как Для Восприятия Того или иного Человека Каждый Чтобы Да Правда Путь Безусловное Следование Свету И Тому Опять же Совести И Способности Восприятия Вышней Истины Которая Исходит Исправе Это Одно Кривда Это Путь Следования Более Низким Состоянием То Что Нас Ведет Если Ближе К Научной Теме Как Инстинкт Выживания Потому Что Он Точно Так же Нам Необходим Но Он Не Как бы Не Соответствует Всей Полноте Того Пути Который Идет Нас Именно Путем Духа Путем Созидания Путем Постижения Это Вот Просто Одна Из Версий Не Более Того Алексей У тебя Может Есть Какие Свои Я Думаю Что Наверное Не Стоит Нам Кривичей Мешать Со Словом Кривда Вот Почему Потому Что К Это Нечто Объединяющее Или Направляющее А Еще Древнее Слово Рива Существовало Поэтому Это Те Которые Были Рядом С Ривой Вот Что Такое Рива Сейчас Я Точно Не Скажу А Кривда Искривление Это Немножечко Другое И писались Эти слова По-разному Берем Буквицу То Вот Это Все Учитывать Поэтому Здесь Надо Понимать Еще Существует Если Смотреть На Какие-то Иностранные Слова Вот У них Там Есть Например Рива Река Насколько Я Помню То Здесь Надо Найти Значение Древнего Нашего Слова И Тогда Многие Понятия Связанные С Не наделяю Качественной Кривды Я Говорю Что Просто Как бы Звуковое Сопровождение Одно Написание Оно Другое Соответственно Но Так как Звуковое Сопровождение Ну вот К Да Суть Основа Бытия Корень Как По Одному Истолкованию Буквичных Ри Нисходящих Идущих Ни Ири Это Слоги Обозначающие Движение Сверху Униз Вот Опять же Кри Веда Так же Про Веда У нас Есть Поэтому Мы Наверное Не будем В данном Случии Так глубоко Сейчас Разбираться Пока Еще Оставим На Тот Уровень Более Глубокого Более Цельного Исследования Чтобы Если Разбирать Опять же Филологию И там Какие-то Кодовые Составляющие Самого Слова По сути Мы Тогда Разберем Тут Более Четко Вот Есть Путь Следования Правде Или Высшей Правде Которая У нас Представлена В виде Совести Либо Попытка Ее Искажение То Что Называется Следование Путем Лжи Вот В этом Ключе Поэтому Надо Понять Каким Образом Опять же Мы с одной стороны Заявлены Как 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 Образом Путем Лжи Меняет Влиять На Миропонимание Ложь Ложь В нас Или Сама По себе Схема Бытия В двух Состояниях Правда И Лжи Как Как Образом Она Формирует Вообще Нас Жизненный Путь Немножко Расширен Миропонимание До Потому Что В основе Нашего Жизненного Пути Естественно Находится Наше Миропонимание И Поэтому Следование Тому Или Ином Пути Вводит Нас На Те Или Иные Состояния Нашего События И бытия В том числе Вот Значит Как мы Разбирали В одной Из предыдущих Бесед Три Составляющих Человека Да Тело Душа И дух Как таковое Три Три единства То есть Которых Состоит Человек И чем Он Собственно Гря Взаимодействует Телом Миром Явным Душой Миром Нави Миром Предтов И Духом Воспринимает Вот Как бы Собственно Горя Дух И Соприкасается В нас С высшей Правдой То Что Как Мы Определяем Как Мир Правиль Как Таковое Вот Значит Если Человек Начинает Ну Вот Как у Нас Один из Элементов Отринул Весь Себе И Соответственно Совесть В нем Начинает Засыпать Все Меньше И Меньше Все Хуже И Хуже Проявляется Соответственно За Связь С этим Отвечает У нас Дух Как Таковое Так вот Получается Если Мы Идем Путем Лжи И Начинаем Исказать Себе Весь Или Отказываться Воспринимать Значит Что С нами Может Происходить Что с нами Да ничего Хорошего Ждет Ждет Тебя Гиена Огненная Что Такая Гиена Да Пекло Откроет Пред тобой Широкие Двери Да Вот Соответственно Вот Это Наше Треединство Начинает Разрушаться Почему Потому что Если Ты Отказываешься Воспринимать Весь Соответственно Дух Тебе Тот Который Является Носителем И Возможностью Взаимодействия И Восприятия Высшей Правды Начинает Как бы Повладает Прозорванное С телом И своей Жизнью Состояние Поэтому Ежели Ты Идешь Путем Правды И имеешь В себе Весть Значит Ты Определяешься По жизни Как тот Который Следуя Вести Находит Правильный Путь Почему Потому что Весть О чем Нам Говорит О движении Сил Во всем мире И позволяет Нам почувствовать В большей или меньшей Степени Осознания Соответствует ли Наш путь Пути Правды Пути Совести Либо Либо Не соответствует Так вот Если ты В каждом Своем Бытие В малом Или большом Начинаешь Проецировать Мород Почему Потому что Если В тебе Есть Вышняя Правда Она Там Изложена Может быть В словах Или в ощущениях А Ты В противовес Этой Правде Начинаешь Проецировать Некую Другую Составляющую То что мы Называем Лживой Значит Это Искажение Происходит Во всем мире Потому что Как мы В одной Из Бесед Касались Каждый Из нас Является Тем Божичем Божичем И Слава богам Особо ни у кого Это сомнение Не вызывает Еще бы Немножко Добавить Чуть больше Веры Тогда бы Люди Больше Ответственности На себя Смогли Взять На свою Жизнь И соответственно Если вы Свою Божественную Энергию Которую Каждый Из нас Себе Несет Божественную Силу Более Правильно Если сказать Начинаете Проецировать Не на то Чтобы Поддержать Божественный Свет Созидающий Свет Раб Себе А наоборот Замутнить Его Через Проявление Изложения Лжи Или там Придумывания Каких-то Сюжетов Значит Вы Являетесь Подателем И создателем Вот этого Части Того Морока Который Закрывает Весть Не только От вас Но начинает Закрывать Весть От людей Других Потому что Вы Создавая Некую Некую Лживую Субстанцию Там Образ Все Научение Научение Себя Через Ту Правда Которую Хотя бы На уровне Первичного Понимания Вы Состояние Формировать Свою Жизнь Алексей Хорошо Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народно Славянском Радио Сегодня у нас 5 мая 2016 года Четверг По одному Из современных Календарей По одному Из старинных 24 день Месяца Пробуждения Природы 7524 Лета Влияние Правды И лжи На мир Понимание Такова тема Сегодняшнего Эфира Главная Сведущая Сурьяр И эта тема У нас Рассматривается Череде Школы Череде Тема Школы Родовой Мудрости Итак Музыкальная Пауза Прошла Продолжаем Обсуждение Рассмотрение Приступай Я? Да ты Хорошо Ну по большому Счету Как вот Ключевой Наверное Блог Потому что у нас Еще По заповедям Там Задача Есть Немножко Поговорить И по Основам Опять же Общинного Устройства В основе Опирающихся На запах Вот Поэтому Сейчас И не то Чтобы Свернуть Какое-то Отражение От тебя По возможности Давай мы еще Сейчас Пройдемся О том О чем мы поговорили И Как бы Либо утвердим Либо Развернем Вот Давай как ты Вот давай так Я под тебя подстраиваюсь Что ты хочешь То и делай Хорошо Ну Смысл Примерно Такой Да То что Мы Сегодня Не стали Углубляться Вот В разделении Этих Понятий Ложь И Кривда Ну Общее Согласие Наверное В том И заключается Что Оба Эти Термина Оба Эти Слова Они Подразумеваются В искажении Пути Правды В большей Или меньшей Степени Это все равно Будет Или Кривда Или Лоз В данном Случа Мы Остановимся На том Что Оба Эти Термина Имеют Право И на Существование И оба Эти Термина В общем-то Оба Эти Слова Нашим Радующим Понятны Скажем И Несут Себе В Первичном Состоянии Это Искажение Или Уклонение От Пути Правды Путь Правды Подразумевает Следование Пути Ведения Развития В себе Способности Восприятия Вышней Правды Вышней Правды Которая Пребывает В нас Вестью И Которая В той И не В той А в полной Мере Она является Проявлением И Раскрытием Кона В нас А Помимо Того Весь В нас Это Есть Возможность Восприятия Ну Так как Весь В нас Есть А Совесть Есть Возможность Восприятия Движения Сил Во Всемире Вот Таким Образом Все Эти Ключевые Понятия Которые Мы Сегодня Попытались В первой Чате Нашей Беседы Поговорить Кон Из Кон Весть Совесть Правда Ложь И Кривда Мы В общем-то В той Иной Степени Разобрали По-моему Вот такое Утверждение Вполне Себе Алексей Думаю Да Вполне Себе Надо еще Не забывать Про наших Уважаемых Радиослушателей Которые В чате Сдают Вопросы Несмотря Что Кое-кто Пытается Почему-то В сторону Вводить Не слушают Они передачи Их задача Просто прийти И как-то Наводить Не поймешь Что Да В Кривду Как бы Так Увести Не от слова Кривичи Которые живут К рекам Тянутся Сразу Так Расшифровку Даю Забрасывал Так Информацию Люди Живущие Рядом С реками Да Которые Тянутся К рекам Которые Без реки Жить не могут Наши необъятные родины Они реками Всегда были полны То и Многочисленные Племена Кривичи Они тоже Там В большом количестве Тех тоже По рекам По рекам Да Тянутся к рекам Без реки Не представляешь Жизнь И так далее Так что Вот так вот Ну а здесь У нас Кривичи Другие У нас Кривичи Те которые От Кривды Идут Поэтому приходят Почему-то В Крив Все время Уходят Ну вполне понятно В общем у нас Есть понятие Лож Кривда Обман И вот мы Здесь разобрали Кстати про обман Мы так Пару слов Может быть скажем Что такое обман С ложью понятно Более-менее То что на поверхности Что скрывает Более сложное что-то Более правильное И через поверхностную Воволь сторону Как одно из определений Лож Да Ложа отсюда же идет То что вот Сверху лежит А вот с обманом Как ты считаешь Что это такое Ну вот Ну как это Поманить Это есть такое выражение Поманить Манить Манить Ну то бишь значит Условно Ну это все равно У нас получается Понятие одного порядка Да Ложь Осознанное искажение Образа Видения В человеке Обман точно так же Осознанное искажение Там Посредством Ну создание Ложного образа Поманил И объехал Вот тебе и обман Поматросил Да и бросил Да И бросил Да Поэтому тут Видишь Что так Они Конечно можно Там попытаться Разбирать Более глубоко Но я не думаю Что сегодня Стоит задача Там Именно Входово-слогов Или там Буктичное Толкование Уйти Потому что Семантика Ну в данном случае Смысловая Составляющая Всех этих слов Она Более-менее Однозначно Ну ты знаешь Есть еще такая Одна версия Очень любопытная По поводу Обмана Да Вот все слышали Мани 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 И вот как раз Обман То есть Когда через деньги Пытаются куда-то Подкупить То есть Игра С совестью Заключение Какой-то Неправильной Сделки И всего остального Один из Такой Красивый вариант С приходом Инородного слова Потому что Когда слово Обман Появилось на Руси Я не знаю Честно говоря И есть еще Одна версия Когда Мэн Это человек Да Вот Ман То есть Когда Да Когда вот Происходит Что-то Рядом Вокруг Кто-то Куда-то За собой Тянет Вот И так далее То есть Опять же Не по правде Живет Не по божественному А когда на какого-то Человека Ориентируется А как мы знаем Что любая Истина Произнесенная В слух Это уже Истиной Может не являться Потому что Человек ее Переработал Он там Сформулировал Образы Перевел в речевое И потом Ляпнул что-то А если это Гуру какой-то Стоит И так вот Направо-налево Словеса Раздает То в этом случае За ним тянутся Другие люди К этому Кмену Человеку К супермену Вот И естественно Они обманываются Все время Идут не за тем За кем надо Вот такие вот Интересные варианты У нас Видишь Передачи Проявляются Игра словами Наша Работа Да-да-да-да Как это Творческие личности Хорошо Ну вопрос у нас есть Ты еще что-то Расскажешь Или потихоньку Будем по вопросам По большому счету Давай мы Наверное Попробуем по вопросам И может быть Еще там Через полчаса Немножко По заповедям По общинам Да-да-да-да-да Вестник Богов, у тебя поступил вопрос, но я так смотрю, он прерывается на полусловие, ты уж, пожалуйста, сформулируй вопрос полностью. Я, конечно, его записал себе, но там заканчивается «в» и все, а дальше что «в» непонятно. Итак, давай так и сделаем, прочитаем некоторые вопросы, а потом вторую часть по заповедям пройдемся. Виктор, вопрос в эфир. Подробнее о терминах «правда», «ложь», «кривда» расскажите. Многие путают или смешивают эти понятия. Ну, наверное, мы уже и рассказали о них. Ну, по мере сегодняшнего понимания, с одной стороны, а с другой стороны, мы, очевидно, и дальше будем углубляться в этот вопрос. Ну, сегодня, вот как разобрали, я думаю, мы сегодня сделали достаточный разбор и пусть пока будет. Хорошо. Следующий вопрос, Станислав из Аргентины. Вопрос в эфир. Сурьяр, здравие. Если закон не совпадает с совестью, я этому закону не следую. Согласно закону я совершаю правонарушение, лгу и так далее. Я правильно понимаю, совесть первична, а закон вторичен? Вопрос очень скользкий, выводящий нас сразу там противоречит. На какую-то статью у нас выводят. Сейчас мы тебе что-то порекомендуем. К нам придут скажут, вот что это такое, аргентинцу тут порекомендовали, посоветовали. Ну, у нас, слава богам, какая-то только понимание есть. И сегодня мы разбирали в очередной раз все-таки термин, основу нашего миропонимания, термин или слова «кон», который в себе несет описание, там не описание, там обозначение нашего всего, основ нашего события, всем мире, которое проявлено. И, как бы, неоднократно, я думаю, здесь тоже на просторах Лавянского радио звучало там, что «кон» — это есть то, что есть, а «за» «коном» — это то, что в «кон» не вошло, и понапридумывали люди, которые не в состоянии жить в «кон». Поэтому, как там неоднократно мы говорили с Радовичем, да, сначала должны быть прописаны «коны» по высшей вести, по совести общей нашей, а на основе их уже, как бы, остальные все правила, в том числе и законы могут быть. Почему? Слышал, как-то один из политиков задавал вопрос, но он задавал его чисто риторически, как, говорит, надо жить по совести или по закону. Ответ простой, но законы должны быть, если они таковы, необходимы и существуют, они должны быть изначально написаны по совести. То есть, должен быть понятен «кон», то есть, основы бытия нашего, движения сил во всем мире и понятие об общем лагере, которое в этом мире существует. И, соответственно, на сегодняшний день это не так. И задача наша, да, в конце концов, проявить весть в каждом из нас в большей степени и на основе этой вести уже выстроить следующее, с одной стороны, миропонимание, а с другой стороны, мироздание на основе тех конов, которые являются основой нашего события. На сегодняшний день, на основе той или иной вести вас пребывающих, ну, я не буду подвергать сомнению вашу силу и чистоту вашей совести. Ну, да, бывает, что, получается, что наша весть говорит о том, что тот или иной закон несправедливый. Но только от нас зависит, чтобы по уровню нашей справедливости, по уровню нашего понимания эти законы, в конце концов, трансформировались и стали соответствующими. А так, да, можно, конечно, так делают люди по искренности своего сердца и пытаясь противоречить этим законам, но это не ведет, как правило, на сегодняшний день ни к чему хорошему. Потому что, чтобы законы менялись, значит, должны быть проявлены коны, и должна быть воля, сила и направление. Задача наша, да, постараться свести в недалеком, в ближнем, может быть, будущем эти законы все-таки в соответствии с конами, как минимум. Так, Алексей? Здесь надо, наверное, еще одну теорию нам рассмотреть по поводу закона. Очень часто слышится такая версия, очень распространенная, что закон – это то, что вышло законом и является уже неестественным. Но это одна из версий, которая очень часто, да, подтверждается на самом деле. Я примерно так же и говорю. Да, но есть еще интересная версия одна. Вот когда, к примеру, идет какой-то человек, прокладывает путь и идут по его следу. Вот они за кем идут? Они идут за этим человеком. То есть «за» – это еще не означает противоречие. И вот если рассматривать, также развивать мысли, то первично были коны, потом люди пытались жить по конам, должны жить по конам. Но со временем что-то меняется, где-то что-то добавляется. Понятие о коне слабеет, к сожалению. Да, бывает, что-то произошло. И поэтому необходимо к какой-то ситуации вносить некую поправку, которая бы, с одной стороны, не нарушала этих конов, но была более понятна и доходчива для людей, живущих в данном измерении, в данном ощущении, в данной какой-то ситуации. И тогда появляется дополнение, то есть идущее за коном. Сам кон, он очень тяжеловат, например, непонятен и трудно его применить. Ну, ночь с ворога, грубо говоря, наступила. Потому что тогда реально объем немысли. Да, 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 слишком большой. Ночь с ворога наступила, и наши слабенькие умишки не способны это все принять. Ну, что делать? Ну, создаются, тогда пускаемся на уровень детского сада и начинаем в более простой форме подавать информацию. Ну, придумаем сказку «Колобок», в которой те, кто ученые, они рассматривают это более серьезно, а дети просто читают сказку «Колобок» про зверьков, которые пытались скушать этого колобка, и только лисичке удалось. Ну, и про несчастную бабу и деду, которые жили в проголоде, там скребли постоянно и грызли эти непонятно чего. Вот поэтому надо понимать, что закон – это еще не обязательно выходящее за и становящееся для нас чем-то противоречивым. Это может быть следующим за чем-то, за чем-то более серьезным, более мощным, что мы порой не можем ухватить. И если через закон, который правильный закон, по праве, который существует, мы через него можем подойти уже к кону самому. Вот эту версию я предлагаю не откидывать, а просто рассматривать. По совести этот закон или это не по совести закон. И вот еще есть такое понятие правила в современном мире, в современном нашем мире, а не в той древности, о которой мы говорили. И есть законы. Вот есть такое понятие закон физики. Ну, грубо говоря, если человек залезет на 12 этаж без парашюта, без веревки, без каких-то приспособлений, нырнет вниз головой на камне, с ним по законам физики произойдет нечто. Потом его будут соскребать, собирать, мыть асфальт и так далее. Закон физики обмануть в данном случае не удастся. А вот правила, которые выдумывает человек, всегда можно обойти. Например, есть правило дорожного движения. Там написано, например, что нельзя проезжать на красный свет. Но многие умудряются проезжать, и с ними ничего не происходит. Да, бывают случаи, когда человек разбивается. И тут получается, то, что придумал человек, правила, они людьми и обходятся. А вот, например, попробуй обойти закон мироздания. Ну, к примеру, солнышко погасло, да? И все, и что дальше на Земле будет? Или, например, случился взрыв на Солнце, и вот эта вот вспышка, она через Землю прошла. Что будет? То есть, есть законы высшего, есть законы придуманные, которые, по сути, являют… Ну, если человек человеку что-то придумал, закон так называемый, по сути, это является только правилом. Если один человек придумал, другой обойти может. А вот то, что уже божественный уровень, ну, попробуйте его обойти. Вот для вас это будет уже законом, который невозможно исправить. Вот с этой точки зрения, оперируя современными понятиями, не нашими древними, а современными, вот об этом тоже можно так вот вскользь пройти, чтобы сказать, давайте мы определимся, мы говорим древними понятиями или современными. Вот чтобы наши радиослушатели сами определились, как лучше, как им больше подходит. Ну, я тут не то чтобы уточнение, а так маленькое дополнение к твоему. Все-таки ты вот законы физики, нам привычно их называть законами, а по сути это все-таки уже коны, потому что они вот безусловны в этом случае. Почему кон, как некое сведение, соединяющее все воедино. Просто уже движение стихий, по большому счету, то, что вот по уровню курса школьной физики, там, более высших учебных заведений, все-таки, по сути, они уже являются проявлениями кона. Ну, это просто маленькое, возможно, уточнение. Ну, хорошо, главное, что мы друг друга понимаем. Я думаю, надеюсь, наши... Мне интересно, а нас-то вообще понимают. Вот мы с вами сидим, так лопочем о чем-то, да, таком, разговариваем о высоких материях, умничаем как-то там. А вот интересно, так то, что мы говорим нашим радиослушателям, это вообще понятно? Слава богам, как я понимаю, все-таки большая часть понятна. И благодаря, во-первых, отражению тебя, ну и попытками более глубокого погружения, там, сужения темы, более-менее излагаем. Вот, ну и в конечном итоге, возвращаясь к вопросу аргентинца, что если вы хотите жить по праве, то в этом случае старайтесь сделать так, чтобы, не нарушая законы искусственные, вы жили по совести, и в конечном итоге создавали свои правильные законы. У нас очень много выступает разных людей, которые из разных традиций приходят, из разного мировоззрения. Есть те, которые при помощи каких-то структур пытаются что-то доносить, например, это Русская Республика Русь, да, кто-то пытается от себя что-то говорить, кто-то пытается от имени ученых что-то доносить, от коллектива. Вот вчера был у нас эфир такой, там, грядущая власть в Отечестве. Вот и у всех у нас есть желание жить по совести, у всех. Но почему-то очень часто люди, когда хорошие, добрые, желающие вот этого мира такого правильного, нашего русского, то, что называется мира, да, когда они встречаются друг с другом, начинается почему-то мордобой. Вот друг друга пытаются обвинить в чем-то, сразу какие-то наскольки, ты правильный, ты неправильный, я правильный, он неправильный, на тебе за это в глаз, там, и так далее. И, конечно, в итоге расходятся по сторонам. У меня вопрос. Люди, человеки, которые хотят сделать мир лучше, а почему вы так плохо друг с другом общаетесь? Почему вы не уважаете своих родичей? Почему вы не хотите жить в мире со своими родичами, даже если у него чуть-чуть отличается по каким-то причинам сегодняшним мировоззрение, мировосприятие? Что, его надо душить, убивать? Тогда вопрос. Если вы душите, убиваете, если вы хватаетесь за сабли, за ножи, за кинжалы, за маузеры, одеваете кожные тужурки, превращаясь в шариковых, то вопрос, а на чьей стороне вы тогда? Вы что, на стороне Руси, что ли? Вы что, на стороне русских? Вы что, на стороне русского мира? Вы что, на стороне совести и правды? Да для вас врагов не надо, вы друг друга сами передушите в этом случае. А враги будут стоять в стороне, потирать руки, говорить, давай-давай-давай, а ты ему еще вот это скажи, он еще вот это вот, а он тебя еще желтым-зеленым червяком называл. Давай-давай, дай ему в глаз. А ты что стоишь, ногой ему, там, со всего размаху. Просто подумайте об этом. Не превращайтесь в шариковых. Интеллект все включайте, врубайте. Если вас тянет поругаться с ближним, вопрос, а кто вы тогда? Ну и так далее. Итак, переходим к следующему вопросу от Данила. Здравия с ведущим. Сурьяр, возможно ли применить по данной тематике термин соправдие? И что именно оно будет означать? Ну, как сказать, я когда-то один психиатр попался, и он утверждался. О, я сейчас чувствую, ты на высокие манеры, материи перейдешь. Итак, пришел ты к знакомому психиатру, он говорит, ух ты, тебя уже выпустили. Так, ну давай, давай. Он говорит, когда люди начинают изобретать слова, это практически гарантированно позволяет им поставить тот или иной диагноз. Я как-то долго ходил с этой мыслью, думал, 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 неужели думал правду. Оказалось, все-таки, наверное, это не совсем правда. Почему? Потому что, опять же, погружаясь в наш родовой искон, мы понимаем правила и схемы словообразования нашего. И поэтому у нас реально могут возникать слова, которые будут соответствовать семантику, то есть изначальному смыслу, и понятийной составляющей, и плюс будут сложены в правильном ключе. Потому что оно и звучать будет правильно, и будет нести себе семантику как смысл, и будет соответствовать тому понятию, которое у него зашило. Так, насчет такого слова «соправдие», ну, не знаю, мне кажется, оно немножко сложновато. Я бы его как-нибудь упростил, и даже не буду на сегодняшний день пытаться его толковать, пусть просят меня и слушать, или, в общем-то, что я задавшую вопрос. То есть, к ботанике, если возвращаться, есть простые цветки, а есть соцветия, да? Вот есть правда, а есть соправдие, да? Ну да, ну как, оно может существовать, как факт, но просто мы пока его давай оставим за скок. Не, ну если мы говорим, что правда, она одна? Да. Ну, не может быть, то как может быть это соправдие? Другое дело, что, к примеру, ты находишься рядом с правдой, вот как-то, может быть, с этой стороны, но это уже высокие, очень высокие материи, я уже не осилию их, уж извините меня. Данил, ты завалил нас, ты победил. Так, Виталий, вопрос в эфир. Разве кон – это неправда и нормы? Правда – это прав? Да. Где правь – это высший мир светлых богов. Да, это знак согласия. Ну, то есть, согласны с миром высших богов. Таким образом, правда – это согласие или лад с высшим миром, с высшими мирами светлых богов? Вот такое повествование, такое направление. Ну, вроде, не противоречили и такому толкованию, в том числе. Да, абсолютно. В нашей беседе, да. Не то слово, мы же двумя руками за. Мы же всегда говорим, вот все, что связано с нашими пращурами, которые, в общем-то… Кстати, вот, смотри, как интересно получается. Если же мы коснулись, то вот постоянно там касаемся нашего наследия, нашего прошлого. Многие начинают так, кто-то в шутку, кто-то всерьез, говорят, что там привязались к каким-то там пращурам, древности. Там к богам каким-то, вы там сектанты, ну и так далее. Я говорю, ну, во-первых, никакой секты нет, потому что это не религия. Ну, лично я вот, я от себя сейчас говорю, и не от всех, а именно от себя. У меня нет никакого там учителя или какого-то гуру. Я просто изучаю нашу древность. Вот просто так вот изучаю нашу древность. Мне интересно знать, как жили мои родичи, как жили родичи с моими рядом родичами, да. Вот как вообще жили наши рода. Мне это интересно. Никакой религии здесь нет. И вот, когда докапываешься, к самому началу приходишь, то существуют три основные версии происхождения этого мира. Существует мир, происхождение, вернее, мира, это по библейской концепции и происхождению человека. Существует мир, это по научным, и некогда где-то там бабахнуло чего-то. Из этого, значит, вместо того, чтобы разлететься в сторону, все кирпичики, они как магнитные такие хреновенькие, вдруг сложились в какой-то очень затейливый мир, и так все и произошло. И третья версия, что создавали ее наши древние пращуры, которые сейчас находятся на уровне богов. То есть так все умели поставить и разложить, так умели все создать, что вот так все и образовалось. И тогда встает вопрос, но если наши предки, боги, затеяли весь этот мир, затеяли все вот это всемирие, создали земли, то, что сейчас планеты называются, звезды, солнце, метеорит, ну, все, что мы видим, не видим, можем потрогать, не можем ощутить и так далее. Ну, наверное, они знали, помимо того, как сложить еще, как должно функционировать и к чему должно прийти. И если мы пытаемся как-то куда-то отбиться в сторону, ну, вопрос, не делаем ли мы себе медвежью услугу? Вместо того, чтобы двигаться по тому пути развития, который естественен для нас, мы все время пытаемся куда-то в сторону уходить. Мы пытаемся найти каких-то учителей, причем учителей из иных народов. Мы пытаемся найти какие-то учения. Опять же, как правило, сейчас насаждаются учения иных народов, что наши предки, когда это все создавали, были такие тупыми, что они не понимали, что они делают, для чего, что в нас этого нет, что не хватает уже силенок осознать, что вот это все, оно достаточно интересно, достаточно великое, и нам, главное, это близко по крови, по роду, по генетике, как хотите это называйте. Вот просто такие элементарные вопросы себе позадавайте, и тогда, может быть, что-то встанет на места. И уж предавать тех мудрых, кто являются нашими предками, это вообще сверхглупость, потому что предательство на Руси всегда считалось высшей степенью гадости, отступничества, предательства. Да, предательство, оно всегда вело к самому-самому худшему, что может быть. Вот просто мозгами пораскиньте, без разрывной пули, как говорил Штирлиц, и все встанет на свои места. Может быть, тогда как-то улягутся какие-то страсти, и мы начнем разбираться с тем, кто мы есть, что мы есть, и вообще, куда нам надо идти, что нам близко. Такой вот глаз вопиющего в пустыне. Друзья, включайте здравомыслие. Давай мы приглянемся на короткую музыкальную паузу. А вернее, давайте так, поскольку уже скоро 9 мая, и многие отмечают этот день, и это праздник со слезами на глазах, то у нас рубрика такая есть «На войне, как на войне» она называется. Напомню, наши соратники пишут тексты, собирают какую-то информацию, обрабатывают, записывают. Я немножечко своей силенки прилагаю к этому делу. И вот давайте послушаем одну из таких небольших записей «На войне, как на войне». Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 5 мая 2016 года четверг, по одному из старинных 24-й день месяца посевного речения, 7 524-го лета, асьмица. «Влияние правды и лжи на миропонимание». Это наша передача из серии «Школа родовой мудрости», главный следующий Сурьяр. И мы продолжаем отвечать на вопросы наших радиослушателей. Итак, дальше вопрос от Конана. Как прописывается человек в мире Яве? Необходимо ли проведение обрядов на этой игровой платформе? Мудрёно немножко. Если я правильно понял, Алексей, ты меня поправишь, если я подумаю, что я неправильно понял. Значит, человек игровую платформу называет условно то в мире, в котором мы пребываем в Яве. и как бы что такое прописка или прописка, да, там было слово? Прописывает, как прописывает вся человек в мире Яве. Прописывает вся. Прописывает. Ну, прописывает себя человек в мире Яве. Да, 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 нет, я пытаюсь… Уловить мысль, да? Да, да, да. Прописывает себя. Ну, смысл такой, что человече, да, как несущий, вот мы опять же разбираем, несущий в себе весть, он одновременно является и принимающим весть, и весть несущим. Это раз. А второе, каждый человек все-таки идет своим индивидуальным путем в этой жизни. Поэтому, с одной стороны, у него есть варновое определение, с другой стороны, у него есть либо ведение того или иного уровня, либо невежество, которое, собственно говоря, и определяет его путь. Поэтому, как я неоднократно уже говорил, да, с той человеку, чтобы более-менее правильно себя вся определять, вся, значит, желательно, на самом деле нежелательно, а жизненно необходимо иметь вокруг Кола Радовичи, которая будет, собственно говоря, придерживаться того же, скажем, миропонимания или как минимум мировоззрения, что придерживает человек. И в этом мировоззрении, и в этом Кола человек определяет вся. Ну, помимо, я говорю, варновых составляющих, уровня своего либо ведения, либо невежества. Обряды в этом ключе, они только лишь, ну, как, хотя я и говорил, что обряд, собственно говоря, одна из основ нашего события, нашего пребывания во всем мире, потому что позволяет раскрыть многие дары в каждом человеке. Это одно. А другое все-таки, я говорю, что в данном случае не обряд вас определяет, а вы себя сначала определяете вместе с Радовичем в обряде или по отношению к обряду, и потом просто обряд или оба ряда соединений небес и земли во всем мире, и в вас в том числе, то есть каждый из нас состоит из земного и из небесного, и обряд позволяет просто активировать эти вещи. Вот и тогда, собственно говоря, вы проявляете вся. Вот, наверное, так. Алексей? Дальше. Следующий вопрос от Виктора. Вопрос в эфир. Вот говорят, что жрец – это жизнь рекущей. А про цель почему забыли? Прокомментирую. Так, думаю, услышали от Калаврата. А сами подумать – недосуг. Авторитет Калаврата давит. Это нам укрепки или что? Ну, ты у нас отдуваешься за все. Значит, в твою сторону бульник полетел. Ты увернулся? Нет, не заделся? Нет. Ты вроде заметил, как я ловко увернулся. Но я-то в стороне вообще стоял. Наблюдал, как он летит. Я стою. Не, ну, за цель, за цель. Мы сегодня разговор не поднимали, но в предыдущих беседах мы, в общем-то, неоднократно в той или иной степени касались этого понятия. И сегодня я не буду, опять же, на нем заострять внимание. Какую цель каждый родович или цель в данном случае могу перевести как смысл жизни или смысл бытия. Ну, вот я бы так перевел. Мы, с одной стороны, разбирали, да, что есть некоторые вещи, безусловно, как вот смыслы в жизни и в деяниях любого человека. От самых простых, это выстроить свою схему выживания и до самых вышних войти в соединение, соодеяние с вышними родовичами, которые, собственно говоря, являются нашими первопредками изначальными, нашими светлыми богами. Вот примерно так. Промежуточные звенья, сейчас озвучивать не буду, отнимать условно от выживания до сотрудничества. Вот, собственно говоря, так родовой эскон нам позволяет увидеть и описать это в жизни. Мы подтверждение этому имеем много крат. А авторитет в данном случае на нас не давит, потому что у нас нет в данном случае. Не противоречит, и мнение свое достаточно развитие в этом направлении. Дальше вопрос к тебе, но поскольку ты чата не видишь, то, наверное, я даже не знаю, как ты будешь в данном случае выкручиваться. От Виктора. Вот, к примеру, кирпич уже полетел. Вот, к примеру, здесь появился Конан и стал свои измышления нам приписывать. Как таким отвечать? Ну, то есть появился человек, и он стал что-то говорить, что вы такие-сякие розетки и так далее. При этом он не спрашивает, а вы такие или вы сякие? Нет, там идет утверждение, что вы такие-сякие. И вот Виктор спрашивает, как на его личное измышление, которое он сам придумал, сам озвучил, сам всех уже и покрыл этим делом, оплодотворил, так можно сказать, во всех смыслах этого слова, как с такими людьми общаться, как им отвечать, чтобы никого не обидеть и драки не затевать? Ну, как бы стараться никого не обидеть, это дело, конечно, правильное, но тут как бы есть два таких момента, на которых, наверное, можно поскользнуть. Потому что когда ты стараешься все время никого не обидеть и принимаешь все возможные мнения на свой счет или еще что-то, то в конце концов, как бы у тебя даже исчезнет возможность проявить правду в себе. Это раз. А другой момент, то, что вот Алексей уже сегодня задевал, что да, нам все равно надо учиться друг с другом, учиться, разговаривать, правильно собеседовать. Почему у нас и тот, и другой момент, как бы, и развлечение, у большинства, все-таки пусть меня простят, наши родовичи, он достаточно слабоват. И умение друг к другу относиться доброжелательно, благожелательно, у нас тоже хромает в очень сильных теках. Поэтому появился человек, есть у него некое мнение, если он не пышет злобой, и не пытается, извиняясь за выражение, всех закидать кокашками, ну, пусть, как бы, выскажется, мост наболелого человека. Но надежда-то как раз в другом, что, может быть, ему удастся в какой-то степени, с одной стороны, поделиться тем, что у него было наболело, и оно пройдет, а с другой стороны, может быть, он продвинется по пути какого-нибудь большего видения и выйдет в той степени невежества. Поэтому я его не хочу быть ни судьей для него, не хочу быть, опять же, среди тех, у кого есть право, допустим, у этого человека осознать. Потому что у меня есть свое мнение, у него есть свое, условно, где-то вочные там или прочие беседы мы могли бы разобрать, я надеюсь, мне удалось бы донести до него некоторые более глубокие уровни понимания, и, скорее всего, мы бы пришли к какому-то общему мнению. Но, опять же, это ни в коем случае не навязываю. По опыту общения сотнями с тысячами людей, в общем-то, имеем подтверждение, что, слава богам, что уровень понимания, он это, в общем-то, достаточно неплохо. Алексей? Здесь такие реплики. Да, детский сад, чей авторитет круче. А я знаю, как кричать. Молодец, и по головке погладить. Я вот что скажу. Я думаю, что накидываться на известных людей – это самое-самое последнее дело. Это похоже, знаете, как в басне Крылова «Слон и моська». Вопрос – а что ты сделал для своих родов, что ты сделал для России, что ты сделал для Руси, что ты сделал для русских людей, что ты вообще сделал для человечества хорошего-то? Хаять кого-то – это самое-самое примитивное, самое тупое. Это уровень Шарикова. Вот что хочешь. Хочешь фамилию, изменяя этого человека, смейся, хихикой. Но это показатель того, что ты умеешь изменять фамилию. Великая ли заслуга? Серьезно ли умение? Поможет ли это умение и эти, в кавычках, знания сделать мир лучше? Вот такие вопросы себе задайте. Если вы поймете, что это всего лишь навсего детский уровень искажения чего-либо и рифмования горшки-вершки, сиськи-письки, то в этом случае тогда и ваш уровень точно такой же. Просто подумайте. А еще, что касается всяких авторитетов, еще раз говорю, для меня авторитетов нет. Для меня есть люди, которые человеки, а есть люди, которые пока еще до уровня человека не дошли. И это определяется деяниями, это определяется высказыванием, это определяется плодами их дел. И часто набрасывается на тех людей, не те, которые сидят там, в носу ковыряются и эти козявки кидают на всех по сторонам, а именно на тех, которые пытаются что-то делать. И когда я сравниваю, я вижу, что вот этот человек сделал много, он хотя бы попытался донести что-то очень важное. И даже если в чем-то он ошибался, то ему надо поставить памятник. А тот, который козявкой накидался, ну какой памятник поставить? Большую козявку. Так что вот просто поразмышляйте, ну вот просто чуть-чуть хотя бы включите человеческое здравомыслие. Так, с вопроса продолжают к нам поступать. Может быть мы сейчас прильемся и дадим определение заповедей, чтобы потом вернуться к вопросу. Ну как ты думаешь? Ну хорошо, но тут не вопрос дать определение заповедей. Я просто сегодня хотел немножко коснуться вот того момента, что у нас есть с одной стороны заповеди, изложенные во множестве пунктов в тех или иных книгах, которые читают последователи родового обычая, там, Савяно-Арийские веды и Исконы родовые, и там книги Волхов в той или иной степени. Там заповеди достаточно многочисленные, но это не говорит, что они там плохие или хороши, заповеди безусловно необходимы. Я тут немножко бы хотел коснуться тех заповедей, которые считаются по одной из версий, пришедшие с Дона, как древние именно казачьи заповеди, ну, как казачество одно из больших таких страт, слово такое умное, частей русского народа. Они, так как жили достаточно долгое время кругами своими, они сохранили. И вот эти три заповеди, которые, собственно говоря, позволяют формировать именно общинное миропонимание, самосознание, я бы, собственно говоря, хотел, наверное, их коснуться и попытаться их в той или иной степени на сегодняшний день истолковать, но и дать повод для размышления нашим слушателям, радовичам, чтобы они сами о себе думали. Потому что я в данном случае являюсь безусловным сторонником того, что мы заново должны научиться жить в своих кругах, жить в своих общинах и, собственно говоря, выстраивать свою жизнь в соответствии с нашими конами, поконами. Это необходимые условия нашего бытия и события. Вот. И, собственно говоря, сейчас перейдем к самим заповедям и попробуем их немножко истолковать. По сути, звучат они достаточно просто, но, как во всякой простоте, может оказаться достаточно большая глубина. В данном случае она точно так же здесь присутствует. Сами заповеди гласят «Храни рот, береги землю, держи небеса». Вот это, собственно говоря, заповеди, определяющие любого общинника по отношению к своей общине, по отношению к земле, по отношению к небесам. Часто, когда мы разбираем заповеди, я сейчас немножко отвлекусь, почему заповеди как таковые, они необходимы вообще в целом, но для каждого человека, вот просто в одной из религиозных систем, там, иного рода, у них там шестьсот, по-моему, двадцать восемь заповедей, или шестьсот тридцать, ну, что-то вот в этом ключе. И там заповеди того, заповеди того, заповеди того. Ну, целая религиозная система изложена в виде заповедей. Но то, что мы разбирали в одной из передач, что есть вера в это, да, то есть вера у нас имеет четыре составляющих, ну, по которым любой человек двигается, и есть такая поговорка «Верь, и будет тебе в небеса дверь». И она, так сказать, достаточно четко отображается, потому что первый уровень веры, это человек, который, я говорю, то или иное с этим попытался приобщиться к родовой традиции, это доверие, то есть он какую-то информацию, скажем так, какое-либо сведение, или в любом случае еще незнание от кого-либо получил, и у него в той или иной степени сформировалось доверие. Потом он начинает это изучать, и, как бы, есть возможность, что это доверие у него перерастет в уверенность. Это вот вторая ступень развития веры в каждом человеке, по которой он идет. Третья ступень веры – это когда человек уже углубился в то доступное для него информационное поле и, в общем-то, начал это применять в своей жизни, и через это обрел определенное знание, которое позволяет ему находить свой путь, определять, опять же, себя в своей жизни, в своем движении. Это третий уровень – это путь знания. Как бы высший уровень веры – это ведание. То есть то, что, собственно говоря, доступно в большей степени нашим ведущим, ну и в меньшей степени доступно практически всем людям, как я говорю, в виде вести, то, о чем мы говорили сегодня. Поэтому для того, чтобы весть о Вышнем в тебе начала проявляться, для начала необходимо доверие. Это вот то, что касаемо. И, соответственно, люди, живущие обычной жизнью, по большому счету, не стремящиеся, и не потому, что, как сказать, это плохо или хорошо, ну просто у людей бывает достаточно много занятий земных, что у них может даже не оказаться времени для того, чтобы постигать большую глубину того знания, того объема информационного, который окружает нас, и в то же время уже присутствует в нашем движении, движении родовых общин, родовых кругов, которые в этом направлении движутся. И для того, чтобы человек не уклонялся, как правило, ему необходимы заповеди. По сути, что такое заповедь? Это сжатая квинтэссенция, суть самого учения, изложенная, собственно говоря, в нескольких словах. И для человека, находящегося в состоянии безусловного доверия и принятия этой заповеди, собственно говоря, появляется возможность и путь находиться в постоянном равновесии и в обретении постоянного направления своего движения, своего развития в родовом обычае. Поэтому, когда уже он двигается дальше, да, и количество заповедей, количество знаний точно так же возрастает. Но сами по себе заповеди, они позволяют человеку изначально определить себя и определить свой путь в родовом обычае. Я просто, вот я говорю, немножко уклонился в сторону, чтобы мы поняли, что заповеди – это не просто набор слов, не просто на благие пожелания, это определенное руководство к действию. Поэтому, да, нам задача – надо поискать качественные заповеди, ну, в той или иной степени отпираясь на либо свое достаточное видение и миропонимание, либо на советы наставников, вот, следовать этим заповедям. Это обязательное условие для любого из нас, на самом счете. Так вот, значит, заповеди, общины, которые, собственно говоря, имеют свое достаточно давнее происхождение, и следование им позволяет нам обретать, собственно, еще раз их перечислить. Храни род, береги землю, держи небеса. Люди часто спрашивают, что такое храни род. Это значит, каждый из нас, находясь в круге родовичей, в своей общине, в своей родовой общине. Потому что, ну, мы чуть раньше, чуть позже, все равно у нас вариантов, скажем так, особых нет, кроме как вернуться на тот путь, где возникло достаточно большое искажение и был привнесен нам морок, и мы начали забывать свой родовой путь и пошли, в общем-то, путями искажающими своего правильного движения. Так вот, каждый из родовичей, находясь, я говорю, в своем трубе, в своем общине, должен вот что такое, обереживать, то есть ты, делая любое деяние, задаешь всегда себе вопрос, а будет ли это деяние мое для пользы всего моего рода? Не для моей сегодняшней корызки, а может быть, это бы, но для всего моего рода. Это вот одна из возможностей, одна из схем для принятия и толкования данной заповеди. Соответственно, любое ваше деяние ведет к тому, чтобы, так как рода нам дана заповедь, следует пути рода своего, следует мудрости рода своего, следует тому пути, который продлит твой род в вечности. Исходя из этих понятий, я говорю, вот мы, квинтэссенция, береги род свой, любое твое деяние следует тому, чтобы ты продлил путь своего рода в вечности, чтобы род твой был в благе, род твой был с добром, и род твой находился на себе праве. Вот что такое, как бы, краткое толкование этой первой заповеди. Алексей? Ну что, Алексей, ты толкуешь, я слушаю. Нет, я просто, может, ты дополнишь. Да дополнить я могу только тем, что скоро музыкальная пауза, через минуту. Остальное я ничего добавить не хочу, все хорошо. Ну тогда давай мы перейдем на музыкальную паузу, потому что так на короткий не рассказывать. Хорошо. В чате была просьба поставить Татанхамона в исполнении Наутилус Пампириус. Но давайте послушаем. Заметьте, музыка длинная, и я ее предложил. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 5 мая 2016 года четверг, по одному из старинных 24-й день месяца посева и наречений, 7 524-го лета осьмица. Влияние правды и лжи на миропонимание. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный следующий Сурияр. И мы сейчас говорим про заповеди. Пожалуйста, продолжай. Хорошо. Продолжаем. Мы разобрали в общих чертах сегодня на коротке заповедь первую «Храни род». И вторая заповедь «Следует за ней». «Береги землю свою». Потому что достаточно давно известно и неоднократно, наверное, вы слышали, что формирует любой род, любой народ. Это земля и кровь. Часто используют такое определение. Я бы все-таки тут добавил еще к земле и небеса. Но об этом мы сейчас и говорим постепенно, развивая, раскрывая одно за другой затой. Просто надо понимать, что любой из народов, который живет на земле, на которой для нас является это миром яви, доступным нам в ощущениях, видения и пониманиях. Земля, как по сути предки передали, что земля сама по себе является живой, это раз. И я думаю, ни для кого из родовичей это не является ни откровением, ни темой для обсуждения, потому что это для в нашем исходе, в нашем миропонимании родовом это безусловно. Понятие? но это подразумевает, если мы живем в том или ином месте на нашей матери земле, значит, мы через это место воспринимаем свое событие, то есть воспринимаем осознание самих себя. И вот эта связь, которая длится столетиями, тысячелетиями, она формирует совершенно четкий вот, совершенно четкое миропонимание, потому что я говорю, для нашего миропонимания есть все-таки две основы, то, что формирует, это та сила, та мудрость, та веда, в том числе, которую несет в себе земля, и та мудрость, ту, которую собирают ведающие в наших родах, в которых понятие о вести, безусловно, все пронизывающие, все собой наполняющие, развито достаточно сильно, что они эту мудрость способны передавать в свои роды. Вот эти две составляющие, весть земная и весть небесная, скажем так, они, собственно говоря, и составляют миропонимание, а через миропонимание, исследование миропонимания формируют характер и в том числе язык и генетику, то есть нашу плотскую составляющую, которая записана у нас, почему, как мы говорим, тот род, который на земле живет, он живет своим миропониманием, это миропонимание достаточно крепко и ясно, а те роды, которые потеряли свои земли, во-первых, у них есть большая возможность стать родом и сгоем, потому что род, который не имеет своей земли под ногами, он, в общем-то, теряет достаточно большую возможность самопонимания, самоощущения, и так как одна из основ нашего события, это сохранение того поля, на котором мы живем, его по возможности расширения, но как минимум сохранения, потому что тот род, который не способен держать свою землю, он ее теряет, а потеряв ее, он потеряет, собственно говоря, и достаточно большую степень права на жизнь, поэтому сейчас во многих беседах, общаясь с родовичем, я говорю, не забывайте о том, что одна из основных задач мужского населения, вообще всех родовичек, мужского женского пола, это сохранение своей земли, сохранение ее рождающих, возносящихся, сохранение ее как место того бытия, где рождаются и сохраняются наши роды, потому что если этого нет, то есть очень большой шанс, что и нас не будет, потому что мы знаем, что достаточно много славянских племен перешли на другие земли, и, собственно говоря, сейчас никто не знает где эти роды растворились, где-то в Африке, где-то в Европе, где-то в Азии, вот, и только мы, сохраняя, сохраняя и принимая вот на себя ответственность за свою землю, в той или иной степени смогли сохранить. Ну, сейчас пытаемся восстановить и проявить в достаточно четкой степени свое миропонимание и, соответственно, продолжить, как я говорю, одна из первейших заповедей, продолжить путь своих родов, вечный. вот это краткое обозначение и краткое наставление по этим заповедям, что восприятие наше при обращении на эти заповеди все-таки имело в нас наполнение, некое содержание, что храни род, это значит любое свое деяние ведет к тому, что ты делаешь все для блага своего рода, во-первых, думаешь о том, чтобы род твой продолжил свою вечность. Второе, беречь землю, потому что земля это место бытия, взрастания, нарождения и продолжения вечности наших родов. Это то же самое обязательное условие нашего события и обязательное условие нашего движения вперед. Это то, что касается мира яви, мира земного, в котором мы пребываем и тех родовищ, с которыми мы вместе созидаем я и вместе движемся вечности, продолжая свой путь развития и поздравления семьи. Алексей? Ну а что, Алексей, все хорошо, давай дальше, я сижу, слушаю, интересно. Хорошо. Хорошо. И заповедь третья, которая, как правило, большинство людей, не знакомых ни с обрядовыми, с духовными практиками ставит в определенные тупицы держать на душах. Что такое держать на душах, что за чуть ли не ахинея задает вопрос. Просто мы уже не раз, опять же, из сегодняшней передачи, и сегодняшней беседе, предыдущих, мы не раз разбирали тем, из чего состоит человек, и как это триединство, тело, душа и дух в нем пребывают, и через что тот или иной вид деяния человеческого совершается. Так вот, помимо того, что в каждом из людей пребывают вот эти три единства составляющих, точно так же в любом роду и народе существует дух самого народа. Вот, собственно говоря, это и есть, скажем, определенная часть наших небес. Почему? Потому что когда каждый из нас имеет свою выделенную частицу единого духа, и как бы ее созидает, ее пытается воспринимать через есть, через свое деяние, точно так же соединяясь, мы скажем, божественно проявляем в себе мы имеем в виду в круге родовича значительно большей стекени. Это и есть возможность с одной стороны соединиться в небесах, во-вторых напитать и развить дух не только свой, но и дух своего народа. Это и есть, я говорю, часть того, что мы называем держать небесами. Так вот, если народ занимается этим, развивает свою духовность, слово многих не до конца понятно, потому что мы не помню какой-то из бесед разбирали, мы не разбирали, понедельник. Но сейчас, может быть, коснемся на коротке. Значит, этот род развивает свою возможность взаимодействия с высшими небесами, а высшими небесами, то есть сварга, глотая, как часто, или светлая надь, опять же, из разных возложений, это как раз место про вид, по большому счету, то откуда направляется движение всей жизненной силы, всей жилы во всем мире. И если, как мы говорим, если к себе мы настраиваемся на весь, она в нас становится более явно проявлена, если мы сообща настраиваемся на взаимодействие с божественным планом, со светлыми родными богами, то, значит, эта возможность у нас появляется и многократно увеличивает. И, как издревле говорится, тот род, который потерял связь с небесами, мертвый род. И это не фигура речи, это так и исключение, потому что свет в таком роду начинает ослабевать, и, собственно говоря, тма, как и любого родовича, потерявшего связь, с вестью небесной, она в конце концов поглотит. Поэтому основная задача, вот три единства задач трех забавок продолжить свой род вечности. Но тут не просто продолжить, а напитать его при общении с вышными небесами все больше степенью живы, все больше степенью рад, все больше степенью света. Вот примерно такое краткое изложение на сегодняшний соответственно с форматом нашей беседы, потому что это не на один час, опять же, разворачивать, но просто предоставляется каждому из родовичей немного своя возможность подумать и по мере своего думания, может быть, задать перспективе там будущем какие-то вопросы, ну и получить на них, я надеюсь, адекватный ответ. Алексей? Хорошо, хорошо. Ну что ж, дальше продолжим. Блиц-опрос. Да. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Сурияру. Распространено выражение в народе. Хочешь, чтобы тебя сетиха ненавидели? Делай три вещи. Говори правду всем и постоянно. Вопрос. Если правда вшита... А третья это где-то еще? Нет, ну, говори правду всем и постоянно. А, все, все. Не просто говори, а в каждом... А ты слышал правду? Я тебе расскажу. И как, Даш, еще хорошо бы, чтобы это подтверждалось еще такой увесистой рукой. Вопрос эфир. Если правда вшита богами в основы мироздания является вшитым коном, ориентиром для развития в сторону света, то почему такая проявляется антипатия у многих людей внутри их сообщества в разные времена существования человечества. Что это проблема? Упадка нравственности, зависимость правды от наличия совести, других качеств в отдельном человеке или все-таки важна не сама голая правда, а благая мотивация в применении лжи, правды, кривды к месту и ко времени, так как, по ему мнению, все эти три термина нельзя воспринимать как абсолютное добро и зло. Благодарю. Ты что-нибудь понял? Ну, я попытался уловить общую мысль. Хорошо. Слава богам, что даже предложение больше пяти слов я более-менее... То есть, еще пока улавливаешь, да? Да. Хорошо. Ну вот, сейчас, ну, ты держи перед глазами текст, потому что где я за это сам и меня дополнишь. Смысл примерно в чем? Мы об этом уже сегодня касались, что привычка наша, да, она ведет нас к искажению, потому что корысть сегодняшнего дня говорит нам о том, что вот сделаешь сегодня так, ну, имеется в виду, покривишь немножко душой или там обманешь или исказишь правду своей ложью, а завтра как-нибудь повернется. Ну, в краткосрочной перспективе это работает. Скажу вас так, не буду вас разочаровывать, если вы сторонник подобного пути, но в какой-нибудь более-менее долгосрочной точно так же есть кумулятивный или накопительный эффект, значит, ваша ложь в конце концов перевернет вашу правду на только, что у вас особых шансов не будет. То, что в бытовом уровне у нас нет возможности людям говорить правду, ну, это, к сожалению, просто говорит о степени деградации, искажения того родового миропонимания, которое у нас было еще не так давно, методовиков назад, даже, может быть, там, порядка 200-300 лет назад, потому что те там, исторические и прочие факты, которые нам достались от иных родов, описывающие, мы всегда говорили, что русичи отличаются от большинства, что они правдивы, потому как сила, у нас тут есть расхожая фраза, и она ходит в народе сейчас, и имеет в себе незыблемое основание, к сожалению, просто мы не можем его сейчас пока понять, в чем сила, брат, так вот, сила в правде, почему, потому что если ты перестаешь лгать, если ты перестаешь искажать действительность, начинаешь выходить на уровень безусловного следования правды, то, к чему я в той или иной степени сейчас вас вызываю, потому что понимая, насколько это трудно, тем большая сила в вас проявится, как сказать, но так как, опять же, большинство людей, идущих сейчас вне родового обычая, потому что еще не все присоединились к нам, они следуют тем путям, которым их научили, ну вот, и все, а если вы будете на них равняться, то это тоже ваш выбор, но запомните, что не они несут ответственность за ваш выбор, а вы сами, поэтому нет условно той лжи во спасении или там обмана во благо, в конце концов все ведет просто наша слабость на сегодняшний день в неумении принятия правды, и наша слабость в неумении ее говорить, и мы будем этому учиться, и это безусловно так, потому что утро сварога, оно подразумевает, что все темное в свете сурьи, солнца нашего, оно исчезает, вот такой ответ, Алексей. Хороший ответ, хороший ответ, давай дальше, Ингварь, следующий вопрос в эфир, а шаман тогда кто, ну вот, помнишь, там где ман мы говорили, да, вот, обман, обман, и саман, да, ну понятно, что не синоним, но шаман-то даже, ну ладно, шутка-шутка, и могут быть и дети, как говорил один садирик. Ну шаман, шаман просто по большинству как бы мнений филологов, они следуют, все-таки слово имеет под собой сибирское происхождение, и оно все-таки может быть не имеет изначального такого-то слогового наполнения именно славянского или русского. Ну, так я скажу, Алексей. Ну да, здесь приставочка ша, если у него это разобраться, са и так далее. То есть человек, который умеет с чем-то таким работать, ша это сила, шакти, если вот видеть. Да, 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 если вот так разобраться, человек, именно человек, который способен обращаться к силе или управлять, или погружаться в некие силы, ну то есть так очень упрощенный вариант, поэтому шаман-слово есть. Шаман-слово вполне, да, как бы попадает. Я говорю, не буду наставить. Конечно, вот ты хотя бы сказал, что это не синонимы, шаманы-обман, но иногда бывает. Но в нашем жиле вообще всякое бывает, и на «ё» бывает, и на «я» бывают, разные слова, на разные буквы бывают. Слово-то не бывает, да. Да, какие только слова не бывают, на разные буквы. Так что вот имейте это в виду и не ведитесь сразу на первослышанное слово. А вдруг это просто игра слов, то же самое, как «пир духа», да? «Пир духа». И ничего из ругательного нет. Ну ладно, дальше вопрос в эфир от Олега Зайркутска. Сурияр, если ложь – это поверхностная информация, то просвети, пожалуйста, этимологию слов «врать» – «враньё». «Ложь» и «враньё» схожи, подобны или это понятие? Благодарю. Ну, я, может быть, попытаюсь сейчас, но вовсе не врать, врать, да, потому что ты вначале задевал или эти «враньё», «обман», если, просто весь набор там синонимичных слов описывающих искажений в реальности. Наверное, мы сегодня не сможем нечуть, и поэтому врать, врать. Ну, Алексей, если у тебя есть, я как бы промолчал бы, если у тебя. Ну, понятно, а что ты сразу меня-то? Ну, голова у меня тоже, она, как сказать, может, конечно, но уже не хочется её перегревать больше и меньше. Ты знаешь, существует столько версий интересных, такие интересные версии встречаются, которые, на первый взгляд, вообще трудно даже себе представить. Например, слово «врать» появилось тогда, когда появилось слово «рай». Вот, потом дальше, интересная версия, правда, там? Вот, вторая версия, что врать – это то, что вращается, изворачивается, которое, на мой взгляд, более правильно. То есть, уворота, уворота. Время и вороты, да. Да-да-да, вот когда-то вращается, изворачивается человек, вот он врет, то есть, вращается, крутится вокруг да около, и вот, ну и так далее. Кто-то там крати привязывает и так далее. Но, мне кажется, больше всего подходит всё-таки вот это врать, это крутиться, вращаться, чтобы рядом да около с истиной быть, но при этом на неё не опираться, Извернуться, да. Извернуться, да. Извращенец такой. Соглашусь. Хорошо. Так, дальше вопрос в эфир от Владимира Измытич. Сурияров. Мышление категориями правда-ложь-кривда является признаком примитивности сознания существа. Является ли мышление категориями правда-ложь-кривда теми вратами, не определив, не преодолев которые, существо не имеет ни одного шанса сохранить своё сознание, попав в другие миры? Ну, мудрёно, конечно, но ты там легкие своими словами можешь так чуть-чуть. Ну, я ещё и теперь своими словами буду пересказывать. Вот Владимир Измытич старался, писал, писал. Хорошо, хорошо. В общем, короче, давай так, разобьём на два момента. Первый, что правда-ложь, ну и так далее. Это признак примитивизма, да, то есть дуальности. Вот это хорошо, вот это плохо, как маленькие дети смотрят фильм. А вот это дяденька хороший или плохой? Хороший. А, да, да, смысл такой, что есть один из народцев разных всяких, да, их немало таких народцев, которые давным-давно взяли это себе на вооружение и смешивают благополучно для себя до какого-то времени, правда, сложие. И подают это под видом некого удобоваримого якобы варева. Ну, в конце концов приводит это всё к отравлению. Если вы про себя думаете, ну, я надеюсь, что к себе вы это не относите, но если вы думаете, что как бы ваше расширенное сознание позволяет вам это всё сплетать и спокойно выносить в мир, ну, в моём мнении вы ошибаетесь. Это моё мнение. Первая половина, наверное, так. Алексей, допомнишь? Да нет, дополнять не буду. Вторая половина сводится к тому, что не является ли вот такое мышление категориями, некоторыми воротами, через которые нам необходимо протиснуться, чтобы расширить. Не держивает ли нас это, вот, дуальность такая? Может быть, пора как-то расширить это всё, выйти? Условно, вот, раздается ребёнок, да, сажают его кисточнице, дают ему формочки и делает он куличики. Получается кулич, хорошо идёт дальше. Вопрос такой, что, как сказать, вся ли вышняя правда нам открыта? Конечно, нет, на сегодняшний день. Ну, точно так же вы, идущие путём постижения, если вы идёте этим путём родовой родицы, можете часть высшей правды проявить через себя, почему нет? Вы точно так же расширите общее миропонимание, но я не думаю, что свет и тьма, там, созидание и разрушение от этого перестанут существовать. Для этого как бы должен быть изменён сам кон нашего мироздания, потому что именно в основе кона как раз свет и тьма и созидание разрушения и жизни и смерти. Согласен с тобой, что так или иначе некий дуализм как ориентиры необходим человеку, но заключать всё в этот дуализм в некие строгие категории невозможно точно так же, как невозможно радугу уместить в то количество цветов, которые рисуют дети. Поэтому если человек здравомыслящий, если он развитой, если он живёт по конам и живёт в ведании, он прекрасно понимает, что дуализм это всего лишь навсего ориентиры. Категории это всего лишь навсего ориентиры, но мир намного интереснее и намного богат, нежели вот эти ориентиры могут его представить. и поэтому дальше идёт расширение, расширение сознания, расширение представлений и ведание, понимание этого мира, какой он есть без вот этих ориентиров, границ и всего остального. Если ты человек ведающий, тогда тебе путь безусловно виден. Да-да-да, но начинается постижение с каких-то ориентиров. Как я сказал, это как доверие, это принятие первых каких-то понятий. Да, или так, что вот мы находимся в точке А, в точку Б надо прийти. Ну, это же дуализм, но ведь за время пути сколько проходящих ориентиров может быть. Вот там свернёшь около этой берёзы, там будет канавка, перейдёшь через неё и так далее. Там пробежит хромой заяц со всеми признаками какого-то там гепатита печени, да, вот значит тебе надо налево повернуть и так далее. То есть ориентиров может быть много, они могут быть дуальны, могут быть недуальны, но так или иначе они всё равно присутствуют. И исключать себя из вот этой трёхмерности в данном виде, пока мы в трёхмерном мире же существуем с четвёртым измерением времени, наверное, это не совсем правильно. Но расширять сознание, развиваться, вот какая наша цель. И порой выходя за рамки того, что нам насаждали, нас вложили, вот это очень важно. Давай дальше. Следующий вопрос от Григория из Москвы. Первое. Возможно ли восстановить исконное звучание слов по буквице? Так, восстановить исконное звучание слов по буквице. Брум-брум-брум-брум. Ну, потенциально, я думаю, что да, возможно. И я понимаю, что на сегодня день какое-то количество групп исследователей над этим работает. Но подождем, увидим в этом. Поживем, увидим. Второе. Как перекликается буквица с глаголицей? Буквица с глаголицей и буквица с глаголицей перекликается. Ну, по сути, глаголица там то объявляется в глаголе, чтобы было раньше, то буквица. По сути, перекликается. знаки просто немного расходят, так-то слава составляющая во многом сходится, по-моему, так лицей. Я думаю, здесь проще сказать. Существует то, что мы произносим, а существует еще то, что написано. Вот для разных родов и для разных функционалов применялось разное письмо. Всем известно, что существует письмо, скажем так, жреческого уровня, высокого посвящения, которое все включают много уровней. Существует бытовое письмо, существует письмо для военного люди, для воев, существует бытовое письмо, купеческое, торговое и так далее. Поэтому в данном случае, если так вот поизучать, то это всего лишь навсего разновидности письма, которое применялось в разных сословиях для разных каких-то условий жизни. Да, но суть от этого, того, что там написано, особо не менялась. Я думаю, то, что написано глаголицей, могло быть написано и буквицей, и наоборот. Ну, просто вот как вот, знаешь, сейчас есть же разделение на языки. Вот в этом языке больше получается командовать, то есть лающий такой язык, да, а вот в этом языке лучше получается доносить какие-то образы. Вот русский язык, он даже, и многие славянские языки, даже после многих искажений, они сохранили себе и при необходимости командное что-то, при необходимости сохранили себе и образное. и поэтому русский язык и славянские языки остались такими богатыми, их, когда слушаешь и это направлен, например, какой-то стих, то сердце раскрывается. И в то же время всегда можно послать на какие-то веселые три буквы, например, в душ, и станет понятно. Или возьми эту хреновину, дай по этой фиговине, и вот эта шкварочка там хрякнется, за нее шкваркой дернется, и там отсюда выпадет вот это. Ну, понятно, о чем идет речь. Вот. Или там в войне. Там вместо того, чтобы батарея, там просто одно матерное слово и всем понятно, куда стрелять. Так. Но при этом, как видите, все равно в литературе будет описано другим, более литературным языком. Так, дальше. Третье. Что означает считаться с чьим-то мнением, считаться на волновом уровне или имеется в виду что-то другое? Ну, есть такое понятие эмпатия. С одной стороны. Чего это? Ну, сейчас. Сейчас. Слово ругательное, конечно, но скажу так, способность тонко чувствовать человека другого. Другого, это значит, это ты, а это другой. Соответственно, его чувственное состояние возможно чувствовать вот этим ругательным словом это правило обозначается. Это с одной стороны. Если ты человек достаточно тонко чувствуешь и прочее, ты стараешься, допустим, не нанести человеку там огорчения, оскорбления, не принятия его мнения. Это одна версия. Другая версия это то, что у вас есть достаточное понимание о том мнении, которое излагает человек, либо ваше мнение этому мнению противоречит. вы можете считаться с этим мнением, а можете не считаться. Вы считаете при себе свой счет ваш есть. Вот такое простое изложение. Поэтому это два вида, две схемы. Тут нет ни противоречий. с одной стороны вы можете стараться не огорчить человека, свести свое мнение с его равновесию, кладу в той или иной степени. либо считаете, что ваше мнение выше, либо ниже, либо не соответствует, либо противоречит. Это тоже ваш счет. Это в вас находится. Алексей? Хорошо. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Сурьяр, скажи, будь добрый, видны общественные люди, говорящие неправду о принципиальных вопросах. Например, тот же митрополит Кирилл с его наглой ложью о славянах, уводящий людей от действительного положения вещей. Несут ли ответственность перед высшими силами света и зависит ли степень тяжести наказания богами таких сущностей от их должности сана, народности, национальности, степени влияния на умы людей и так далее. Благодарю. Хорошо. Ну, я скажу так, условно, меры тому или другому деятелю я не буду назначать, потому что это не моя компетенция. И даже если бы у меня было некое понимание, это тоже воздержался. А то, что за любой морок все равно придется отвечать любому человеку. Так было, так есть, так и будет. Почему? Потому что хотим мы того или не хотим, ветер дует, облака уходят, солнце выходит. Он-то выходит и, в общем-то, вот эту муть, вот этот морок, оно становится видна. А то, что по каким мерам кому измериться, это немножко за пределами моего сегодняшнего понимания, скажу так. Надо понимать здесь вот как. Ну, во-первых, обсуждать какие-то известные личности вне их присутствия не очень правильно, наверное, на радио, поэтому я это оставляю на совести задающего вопрос. А так вообще надо понимать следующее, что есть разные задачи у разных людей в разные времена. Если мы говорим о русичах, о славянах, о русских, о русах, кому как нравится, то, наверное, за такие поступки будет спрос от их родичей по их роду. Если мы говорим про какие-то инородные, про каких-то инородных людей, то в этом вопрос, в этом случае вопрос, наверное, надо задавать по их родам. Поскольку я себя не отношу к иным родам, я не могу за них что-то сказать. Да и, наверное, это неправильно. Может быть, у них задача такая, чтобы про другие рода, про других людей что-либо говорить не то, что вам нравится, не то, что вам кажется и не то, что есть на самом деле. Вот и все. Может быть, такая задача, может быть, такая миссия, может еще что-то. Причем, я не употребляю это вот к тому человеку, о котором здесь был задан вопрос, я просто это говорю, что, может быть, есть такие люди, у которых такая задача. И поэтому будут их судить, не будут судить, не знаю, может быть, там награду дадут за то, что он так хорошо делал свою деятельность против какого-то рода, против какого-то конкретного человека, против чего-то еще. Давайте эти вопросы нам что задавать, я же не отношусь ни туда, ни сюда, я вот отношусь к своему роду, вот что связано с моим родом, я еще хоть как-то там могу представление иметь и как-то ответить. Так, дальше. Я, Гриша, задаю вопрос, четвертый вопрос. Какое исконное значение слова «схоронить»? Это похоронить или сохранить, спрятать? Ну, это исконное значение и все равно «хоронить». И «хоронить» в том плане тоже. Сохранить где-то в таком-то виде. Ну, вот, и все, потому что одно дело как бы возношение человека умершего через «хоронить» по-другому, другой термин, а «схоронить» это примерно то же самое. То есть исконное значение «сохранить». Вот этот метод каких-то особо мне кажется здесь. Дело в том, что у нас сохранение, если мы в отношении покойников говорим сейчас, то у нас сохранение тел покойников не было, не было такой цели. Да. Потому что… Термин перешел уже, я говорю, в соответствии с измененным порядком обряда. да, да, у нас как? Было слово «сохранить», что сначала как вот здесь вторая часть вопроса спрятать, сохранить что-либо. А потом, поскольку это вошло уже с греческой религией и с другими веяниями в эту религию пришло на Русь, то в этом случае к славянам пришло, то в этом случае и сохранить именно как похоронить храм. Почему? Потому что в христианском течении есть такое понятие, что после пришествия Иисуса будет судилище и тогда мертвые восстанут, будет апокалипсис, мертвые восстанут и вот будет Великий Страшный Суд. Но для того, чтобы они восстали, необходимо, чтобы они были сохранены. Вот. На мой взгляд, здесь есть несколько противоречий. Во-первых, когда говорится о Великом Суде, то там говорится только о 12 коленах Израилю. В принципе, как и в Новом Завете, там четкое указание, что Иисус пришел только к погибшим овцам дома Израилева. И дальше все повествования, в том числе и идите к народам другим, это как раз относится идите к народам другим из 12 колен Израилевых, потому что изначально было четко указано. Но не будет же он каждый раз говорить, что я пришел к 12 коленам Израилевым, идите к коленам Израилевым, несите благую весть к коленам Израилевым. Нет. Мало того, там же есть уточнение, но на путь к язычникам не ходите, города там такие-то не заходите. Четкое уточнение. Но что вам еще надо? Это первое. Второе. Если мы говорим о всемогущем Боге, о всемогущем каком-то Господе, то в этом случае сохранность тела не имеет никакого значения. Любовь всемогущая даже из ничего заново воссоздаст все. И поэтому говорить о какой-то сохранности в могилах, ну это смешно, это на уровне детского сада. Вот если уж так разуметь, то поэтому это всего лишь навсего некий предрассудок, который вышел из учения посланного для иудейского народа. Это на мой взгляд. Восстанут в день страшного суда из своих могил и пойдут. Да, поэтому давайте так просто разграничим. Мы сейчас говорим о славянском или мы говорим о том, что было такое хорошее послание иудеям, было послано в лице такого великого человека, как Иисус. Вот давайте как-то вот на этом мы разграничимся и тогда будем вопросы задавать. Вот это туда, но тогда это не на наше радио, а вот это сюда, тогда это на наше радио. Ну как-то так. А то у нас получается мы смешиваемся вместе и пытаемся залезать не в свою стезю. Ну я же сказал, что я не отношусь к тем родам, поэтому ничего про то сказать не могу. А вот наше понятие схоронить это когда для сохранности, поэтому есть слово схрон. Станислав задает вопрос в эфир. Сурияр, когда ты говоришь о сохранении земли, имеешь в виду ту сегодняшнюю территорию проживания родов или всю Мидгардземлю, которая в прошлом была заселена родом и возможно придет время, когда рода вновь предъявят свои права. Как-то угрожающе звучит. Мы вам предъявим свои права. У нас есть бумажка сердающая наши права. Тут такой вопрос не то чтобы непростой. У меня есть такое мнение, предчувствие и не расходится с определенным количеством предсказаний. Я вот немножко в этот вопрос наверное уведу то, что пройдет какое-то время и язык наш в общем-то обретет значение для практически всех земель Мидгардземли. И соответственно те родовичи, которые имеют в крови своей память по древности своей, они эту память смогут восстановить и соответственно тогда словно общая наша земля она станет может стать шире примерно так. А то, чтобы предъявлять кому-то претензии свои на сегодняшний день наверное считается правильно. Я думаю так, Алексей. Здесь поступило уточнение, что они говорят, что когда придет последний мессия, то они восстанут, им нужны будут тела. Если не будет, то придется искать. к нам какое отношение имеют, пускай ищут, надо им будет, будут искать. Я-то не собираюсь ничего искать, мне как-то не волнует. И в принципе это был последний вопрос, и вопрос такой как-то в сторону меня, вестник богов задает. Если сила в Боге, Бог в правде, то причем здесь известные и неизвестные люди, Алексей. Говорю, как есть по правде в славянском круге. Если он славян зверьми называет, да и ты его порицал в эфире, было дело, а теперь вижу от тебя предвзятость в данном случае. Да нет, просто когда мы говорим конкретно, какую-то фразу мы ее разбираем, тогда называется какая-то фамилия и имя. А здесь мы говорим вообще, поэтому в данном случае вообще, ну а чего упоминать конкретного человека, ведь об этом говорят многие, поэтому на личности в данном случае я переходить не собираюсь и предвзятость здесь никакой нет. Если человек относится к роду русов, то в этом случае он будет нести ответ перед своим родом. Если он не относится к славянам, к русам, к расичам, как хотите называть, к русским, то в этом случае он будет нести ответственность перед какими-то другими родами, вот что я имел в виду. И тогда те рода будут принимать решение наказать его, покарать или наградить за деяние. Если те рода имеют что-то против русских, славян, русичей, расичей, против державы, против Руси, то в этом случае они его наградят. Если они за справедливость, за совесть, за благое какое-то дело, тогда он будет держать ответственность уже не с точки зрения награждения и поощрения, а с точки зрения наказания. Но это не меня касается, еще раз говорю, и вряд ли Сурьер здесь вам скажет, что будет тому. Мы разбираем вот данный пример, поэтому фамилии, имена здесь ни при чем, просто говорим, если человек находится в славянских родах, которые называют русскими, славянными, русичами, расичами, он и будет держать ответ перед своим родом, по законам, по законам наших родов, вот и все, вот это для меня является основа, и я этому следую, живем, стараемся жить по совести, в ладу с природой, вот и все. Ну, надеюсь, все мы вопросы здесь озвучили, больше вопросов не вижу, там идут уже переписки, реплики, давай подводить итог сегодняшней нашей передачи, нашей сегодняшней встречи. Напомню, что встреча у нас была посвящена теме влияния правды и лжи на мир и понимание, и поговорили мы еще о заповедях. Вот, давай в заключении что-то доброе, вечное скажем нашим радиослушателям. Ну, как сказать, еще раз повторю, как повторял неоднократно, повторение мать учения, сегодня, слава богам, удалось нам достаточно большой объем понятий, опять же, в достаточной глубине разобрать, и мы пришли к определенному, наверное, согласию, надеюсь, большинством радовичей, которые слушали наше радио, что такое весть, что такое совесть, и как бы в чем следование правде или кривды, или обмана, или лжи, искажает путь любого радовича, и не только радовича, ну и, собственно говоря, любого рода народа, который своей основной как бы схемой взаимодействия как раз выбирает обман. И, собственно говоря, мы разобрали механизм или схему, по которой работает правда в человеке, и каким образом опять же человек следующее лжи оказывается в разрыве с правдой, которая нисходит на нас с небес, и, соответственно, к чему это его в дальней или не очень перспективе может привести. Это то, что мы сегодня пытались разобрать, понять, и как бы выяснить, есть ли нам смысл следовать путем правды, или, может быть, уклониться от него в какие-то другие, более далекие и темные пределы. Ну, и отчасти мы коснулись тех заповедей, которые позволяют в правильной мере формировать общинное миропонимание и взаимодействие в мире Радовичи. Ну, по мере своего понимания опять же мы сегодня донесли то, что есть сказать, но надеюсь, что в следующих беседах, которые безусловно будут касаться нашего миропонимания, мы будем возвращаться и по возможности углублять это наше понимание. Всем радовичем благодарения велики за то, что слушали и, в общем-то, пытались свое какое-то дополнительное содействие оказать через вопросы, через внимание, ну и всех призываю не забывать благодарить и способствовать тем, кто распространяет сначала сведения, а потом возможно сможет доносить и доносит на сию пору то знание, которое необходимо каждому из нас как воздух для правильных жизни. Алексей. Благодарю тебя. Надеюсь, эфир на самом деле у нас получился не грустным и много печали тоже не было и скукоты не было, на мой взгляд, хотя не знаю. В заключение себе скажу вот, что кидаться на других это не означает, что кто кидается, это мудрый человек, и принижать других не будет вряд ли человек, который высокий. желание возвысить себя над другими и унизить других говорит о том, что человек сам по себе низок. Ведующий мудрость и высокий, с высоким сознанием, он, наверное, не нуждается в каком-то самовзвышении и унижении других, он и так возвышен. Открывая рот для произносения каких-то слов в сторону другого, достаточно или вернее важно посмотреть на себя, не проявилась ли у вас моська, лающая на слона. Шариков не пробился там случайно? Вот это очень важно, потому что у нас многие проблемы идут из самозначимости, из желания утвердить себя перед другими не с точки зрения своих благих деяний, не с точки зрения своего самосовершенствования, не с точки зрения своих великих помыслов, а с точки зрения доказать, какой вы крутой и какие все глупые, бестолковые, ничего не понимающие полу-люди, полу-человеки, которых надо воспитывать, которым надо благую весть нести, которых надо спасать от заблуждений и так далее. Конечно же, спасать надо. Конечно же, благую весть нести надо, но вопрос, кто ее несет. Если ее несет тот, кому самому надо спасаться, вопрос, а многих ли он спасет. Если больной человек идет в больное общество и пытается вылечить всех, вопрос, а многих ли он вылечит. Ты сначала сам излечись, сначала сам здоровым станешь. Вот как-то так. Напоминаю, что сегодня 5 мая 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных 24-й день месяца посева на речение 7524-го лета осьмится. Влияние правды и лжи на мир понимания такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный сведущий Сурияр. Это цикл школы родовой мудрости, напоминаю. Через четверг мы постараемся встретиться снова в нашей виртуальной студии и обсудить какой-либо следующий интересный вопрос, о чем-либо хорошем поговорить. То, что можно будет реально принимать, применять в жизни. На всем я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. С вами была Народная Славянская Радио. Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Продолжение следует...